Да, действительно, 8 лет занимаюсь информационной безопасностью, когда говоришь, что ты там добрый хакер, у всех сразу там большие глаза и вопросы, мол, где твои ламборгини и так далее, как у чувака из Москвы, которого недавно в Чехии поймали, у которого свой вертолет в Чехии, своя ламборгини в Чехии, и как бы у него все было хорошо на протяжении там пары лет, пока он не написал в Инстаграме, не сфотографировал себя в Инстаграме в Европе, где на него якобы Интерпол охотится, и все думали, что он был в России. Да, 8 лет занимаюсь профессионально, 13 лет занимаюсь в принципе, то есть все начиналось еще с моих школьных лет, с игрушечек, когда мне было интересно их там поковырять, посмотреть, как чисто теоретически работают кряки. Ничего, конечно, не клякать, это не сфотографировал, не надо делать этого. В исследовательских целях. Вот, на данный момент я являюсь чип-информатичный секьюрити офисер в одной американской компании с численностью стаффа больше 1000 человек. Также являюсь владельцем компании SoftSec, которая тоже американская компания, занимается исключительно инфраструктурной безопасностью. Вот тут даже сидит мой подчиненный, пчелка трудящаяся, которая работает на благо безопасности всех. Что ж ты? Коллега, сотрудник. Просто если я занимаюсь больше менеджментом, то Андрей занимается больше технической частью, поэтому если я сейчас что-нибудь могу забыть в силу того, что отошел от технической части не так, в принципе, давно, но отошел, или в силу того, что спал час 50 сегодня, прошу меня простить. Надеюсь, Андрей меня там где-нибудь поддержит, подхватит. Вот, в общем, хочется начать с нескольких картинок про то, какими видят хакеров люди. Это вот герой под именем Хакер Мэн из фильма «Кунг Фьюри». Наверняка многие из вас его видели. Те люди, которые улыбаются, понятно, кто видел фильм. Это для людей, которые больше в поп-культуре. Это для людей, которые просто сидят в интернетах и видят мемчики. Это для людей, которые смотрели фильмы в 90-х годах. Вот. А по факту хакеры — это люди вроде меня и Андрея, которые выглядят абсолютно адекватно и нормально, и которые занимаются лишь поиском ошибок программистов. Ошибок, недочетов, просчетов. В принципе, как программистов, которые пишут код, так и архитекторов, которые не совсем правильно организовывают схему работы и взаимодействия компонент-приложений. И вот от архитекторов, на самом деле, зачастую больше бед, потому что если программист что-то сделать не так, то переписать там кусочек кода в правильный составе. Если архитектор сделать что-то так, то переписать половину системы — это как бы дорого. Поэтому в основном все помидоры улетят в архитектора. Итак, я предлагаю начать с сэшн-менеджмента. В принципе, наши два доклада с Андреем будут сегодня связаны. Я рассказываю про то, с точки зрения специалиста по информационной безопасности, инженера безопасности, как происходит тестирование и верификация корректности защиты в приложениях, в частности, в компонентах приложения, связанных с сэшн-менеджментом и авторизацией администрикации. А Андрей расскажет про что-то там из Дотнета, что делает правильно ОАУС-2. Про аналог ОАУС-2. Ну, смысл в том, что годы идут, появляются всякие новые штучки, тот же ОАУС-2, появляется та же штука, про которую будет рассказывать сегодня Андрей Чебукин, но корр базовые уязвимости, которые позволяют делать что-то плохое, они остаются теми же с начала 2000-х, с конца 90-х, с твердой половины 2000-х. И мы это рассмотрим, в принципе, на примерах. Насколько нам позволит время? У меня здесь 44 слайда, минус 5 картинок, но как бы все равно на один час информации многовато. Больше покрыть мы не сможем. То есть там по ОАУС-2 я покрыл, наверное, три или четыре security threat из 20. То есть там есть ссылочка на RFC, которую вы можете поискать в интернете и почитать об этом больше. Итак, мы первую часть нашей презентации, это минут 45, будем разговаривать про базовые уязвимости, которые можно найти везде, в любом софте. Когда к нам приходит клиент софтех, и хочет, чтобы мы там проверили безопасность, у меня никогда нет сомнений, что мы найдем там штук 15 багов за все время. То есть там обычно штук 15 багов прилетает за первую неделю, а не то, что там заправят. То есть даже если софт пилится с позиции секьюрности, даже если он позиционируется как секьюрд, все равно есть специализация. И программисты, понятно, не security engineer. Программисты думают о том, как бы запилить быстрее, чтобы там было поменьше багов, чтобы полегче было там maintain и так далее. Вот. Безопасность, где-то есть об этом какие-то там знания, или он в памяти валяется, но не всегда являются в приоритете, так как обычно архитекторы и те, кто создадают requirement, и бизнес-аналитики об этом не думают. Поэтому у нас есть в следующих темах. Так. Сессии. Ну, первое, о чем я хотелось бы поговорить, это о том, что есть три основных шага к взлому сессионных токенов, у них по себе. Это token collection, token reverse engineering и token manipulation. Для того, чтобы найти какие-то взаимосвязи между сессионными токенами, их нужно сначала собрать. Я сделаю, наверное, шаг назад, расскажу, что такой сессионный токен, почему они есть. Когда приложения обычно работают по протоколу HTTP, который стейтлесс, то есть он не содержит в себе состояния. И сервер не знает, от кого прилетают ему запросы, так как он не хранит никакое состояние. Хранить состояние должен клиент и отправлять что-то в своих запросах на сервер, чтобы сказать серверу, что, мол, вов, чувак, это там я, Вова, я Андрей. Это можно делать, отправляя на сервер с каждым запросом свой логин-пароль, но это очень не секьюрно, потому что если кто-то перехватит ваш запрос, у них будет логин и пароль, который можно использовать, переиспользовать по кайке, credential и валиду. Сессионный токен — это такой substitution вашему юзернейму и паролю, который выдается серверам, и сервер говорит, окей, я получил твой логин-нейм, твой пароль, вот тебе сессионный токен, например, в форме cookie или в форме какого-нибудь ключа, в форме OTP, и говорит, что, мол, окей, Вова, я запомнил, что вот этот вот токен, который я тебе выдаю, это твой. Когда ты мне будешь приходить, отсылать запросы с этим токеном, я буду знать, что ты там Вова Гарбус. Так вот, то, как эти токены конструируются, это как бы major field для исследования безопасности. Здесь много неплохих имплементаций, которые делают стандартными библиотеками, и которые я бы рекомендовал всем использовать. То есть, если вам нужно, будь здоров, правда, вот как бы не обманываю, серьезно. Если вы хотите написать свой session management, не делайте этого. Это же с криптографией. Если вы хотите написать свой криптоалгоритм, не делайте этого. Это огромное поле для ошибок, и вы обязательно наступите на кучу граблей, половина из которых будет детские. Очень больно. То есть, что мы делаем, чтобы взломать session токены? Мы их собираем в большом количестве, затем делаем статистическую корреляцию разными способами для того, чтобы найти взаимосвязи между разными байтами, битами в разных позициях. И таким образом мы можем узнать, какая истинная энтропия этого токена. То есть, по идее, токены должны быть максимально рандомными, не содержать в себе никакой информации о том, кто этот пользователь. И просто связываться в памяти сервера с каким-то конкретным пользователем. Часто так бывает, что записок — это реальная информация, часто очень даже реальная, и токены бывают очень простыми, из-за чего их можно подделать. Соответственно, вы можете получить доступ к сессии какого-нибудь пользователя, не будучи этим пользователем, не зная его логин, пароль. Просто потому, что вот эта вот штука была имплементирована плохо. То есть, токен reverse engineering — это то, как раз, где мы сравниваем токены между собой в большом количестве. Ну, токен manipulation, я уже тоже рассказал. Вот на примере приложеньки, это, а, да, кстати говоря, это скриншот из Avasp WebGOT. Это, к сожалению, информационная безопасность, как она должна преподаваться, нигде не преподают, по крайней мере, на Украине, и я знаю, наверное, ну, наверняка я знаю лишь один университет в мире, который использует информационную безопасность, как она должна преподаваться. Это Carnegie Mellon University в Соединенных Штатах. Так вот, в интернетах есть приложения, на которых можно учиться информационной безопасности, земленные ресурсы, и вот это одно из них. То есть вы можете, там, если вам интересно, зайти в Google, найти WebGOT, найти организацию Avasp и поиграться с ним. В нем много есть уязвимостей, описание к ним, почему это плохо, как это эксплуатировать, как это использовать. Вы можете прям своими ручонками, там, за несколько вечеров разобраться с основными проблемами. Это скриншот оттуда, где мы собрали большое количество токенов. То есть здесь, как мы видим, я не знаю, видите ли, я на задних рядах, токены выдавались на протяжении двух секунд, с 27 по 29 секунд этого времени. И мы видим, что у токенов первые три байта, первые три, точнее, цифры одинаковые, затем идут sequential numbers, просто увеличатся на одну, то есть это очевидно просто номер сессии. Затем идет какая-то дичь, которая нам неинтересна, потому что она одинакова везде. И затем последние четыре цифры – это что-то, что отличается там друг от друга в районе нескольких сотен. То есть это означает, что если в такой схеме мы будем continuous-ли получать сессионные токены, и кто-то в этот момент, пока мы их получаем, например, 10 раз в секунду, залогиниться в приложении, легитимный юзер, ну, видим пробел в sequential номерах. То есть мы видим, что там было у нас 37, потом хоп, а сразу 39, не 38. И наше число вот здесь будет больше, чем у пользователя, который легитимно зашел. И мы сможем сделать brute force, на единичку отнимаем, и пробовать сессионные токены в приложении, каждый раз отнимаясь здесь на единичку, и посылать sequential номер 38, который был пропущен в нашей серии, и получить доступ к его сессии. Это на самом деле встречается в реальных приложениях, ну, как бы, не однократно. Порой здесь хранится время. То есть, ну, как бы, время тоже легко можно подобрать. То есть если это десятки или сотни тысяч запросов, то это реально подбирается. Если это, там, миллионы запросов, то это может превысить время жизни сессии. Или вот токен может быть вот таким. То есть он, как бы, вообще не рандомный ни разу, в нем прям есть реальная информация. И вот мы здесь видим, например, у нас юзернейм садмитается. И вот если в таком токене мы заменим, например, юзернейм на админ, то мы станем админом, грубо говоря. Ну, или, по крайней мере, мы имеем очень сильные подозрения, что это будет возможно. Вот здесь, как бы, включать уже тестирование, нужно протестировать, так это или нет. Если у нас whitebox тестирование, мы имеем доступ к коду, мы можем сразу даже посмотреть. Поэтому хранить какую-то логику в данных, которые прилетают от пользователя, и доверять им, даже если вы их там зашифруете, если вы их хэшит, не рассчитаете, это все некорректно. Все, что прилетает от пользователя, не должно быть доверимо. В плане конкретной информации. Вот, насчет криптографии. Бывают уязвимые криптографические алгоритмы, а бывают неправильные использования криптографических алгоритмов людьми, которые, как бы, с криптографией слабо знакомы. В данном случае у нас есть два clear текста, две картиночки, и два cypher текста, которые шифруются при помощи одного и того же ключа stream cypher, то есть шифром, который шифрует байт за байтом последовательно. То есть там есть два основных вида симметричных шифров, опять-таки долгая тема, которые делают блоками, поскольку это байт, или по байту отдельно. Ключ, который переиспользуется, тоже очень рандомный. То есть мы видим, что у него очень высокая энтропия, но при этом, если мы сделаем XOR вот этих вот двух штук, cypher текстов, то мы получим что-то очень похожее на реальные данные. Рыбо говоря, инверсию комбинации реальных данных. И здесь не играет даже роли, какой алгоритм используется. Здесь может использоваться RC4, который вы ежедневно используете у себя домом HTTPS сайта. То есть, например, когда вы там коннектитесь на google.com, у вас там HTTPS написано, типа, безопасно, уже RC4, по-моему, забанен в новых версиях. Если вы используете старый браузер, или вы там, не знаю, садитесь за мамин компьютер там, Windows XP, там, вообще дичь, там используется вот это. Если этот алгоритм, который уже даже был доказан, что он сам уязвим, ну, без разницы, если какой-то хороший алгоритм, который шифрует поток байт, то есть является StreamCypher, использовать с одинаковым ключом, то получится такая уязвимость. Когда такое используется в сессионных токенах, понятно, опять мы их собираем, мы делаем XOR между ними, и специальные программы, которые находят эти корреляции, и там, собрав несколько сотен или тысяч токенов, можно найти данные, которые были зашифрованы в них. Это как бы скриншот из реального проектика, который когда-то я прям лично руками говорил в одной очень большой международной трансконтинентальной корпорации, название которой вы все знаете, я не могу рассказывать. Но смысл в том, что там использовались такие вот сессионные ключи, это последние, это концы сессионных токенов, и тут как бы несложно заметить, что они связаны. То есть, опять же таки, сессионные токены получались последовательно, в большом количестве, то есть там за секунду, может, не знаю, десяток собирал. И мы видим, что здесь у нас циферки одинаковые, потом хоп, там плюс один. Здесь у нас плюс какое-то значение, очевидно, зависит от задержек сервера. Здесь у нас какие-то значения, здесь и здесь. При этом они все отличаются друг от друга примерно где-то на 10. Вот мы можем даже на взгляд сразу посмотреть, но как бы когда я это сделал немножко ресерча, я понял, что они действительно отличаются на 10. Это означает, что за вот этими вот штучками прячутся конкретные ASCII значения чего-то, что отличаются друг от друга не более чем на 10 шагов. Что отличается не более чем на 10 шагов? Ну, 10 пальчиков, это личность системы отчисления, да, циферки. И в итоге оказалось, что я подумал, что наверняка там используется какое-то смещение или ксор с чем-то, и я просто взял байтики все последовательно для каждой строчки, проксорил, и вот, например, нашел, что для последней строчки байтик 77, по-моему, если его отнять от этого значения и перевести в реальные, как бы, цифры, то мы получим вот такую строчку. И мы по факту расшифровываем токен. И расшифровав этот токен, поняв этот алгоритм, мы можем это зашифровать что угодно. И оказалось, что таким вот алгоритмом шифровалась строка вот прям практически такая. То есть там шифровалось время логина, причем не слишком рандомизированное, то есть там типа секунды, ну, короче, оно очень легко подбиралось. Имя пользователя, его роль и что-то еще. И я, короче, мог сделать своего пользователя кем угодно в системе, которая обрабатывает индастриал вещи для мейджор-компаний, а, ну, как бы, для Airbus, для Boeing, для Volkswagen, BMW и так далее. То есть это, как бы, не наши были клиенты, поэтому, как бы, ну, я могу об этом рассказывать. У них очень много вендоров. Вот. То есть даже, как бы, у больших именитых компаний есть очень большие глупые дырки. То есть вы видите там софт, не знаю, придаст Microsoft, это не означает, что там все прям хорошо. Всегда можно где-то поискать, поковыряться, найти интересного, засадмитить и получить хорошие деньги, потому что у больших компаний обычно есть большие баг-баунти программы. Еще забавная штучка, это когда шифруется что-то потоковым шифром, то есть байтик за байтиком, мы не знаем, мы можем даже не знать позицию данных, которые нам нужны, она может повести, а можем знать и не знать ключ, которым это было зашифровано и все шифруется правильно, но если мы знаем, например, что 50-й байтик в этой позиции отвечает за вот такое вот значение, там типа admin равно 0 или admin равно 1, нам достаточно просто бит вот этого вот байта последний обернуть. если здесь нолик, сделать единичку, если здесь единичка, сделать нолик. И оно расшифруется на сервере в инверсию с разницей в 1 бит того, что там было. Нолик превратится в единичку. Таким образом, грубо говоря, зная позиции байт, которые мы хотим изменить, ну, если этот стрим не слишком длинный или если мы хотя бы можем какими-то короткими порциями это верифицировать, мы можем заставить clear текст этих зашифрованных данных, то есть эти зашифрованные данные можно заставить расшифроваться во что угодно, не зная даже ключа. Это называется known plain text атака, то есть когда мы знаем структуру plain text и не знаем ничего про ключ. И нам и не нужно. Вот, ну, как бы все описано, бла-бла-бла, админ занятий нечет. Да? То есть а для того, чтобы вот эти штуки делать, для того, чтобы тестировать, нужно, получается просто магия. Уже с кодом, то есть для того, чтобы тестировать, что будет? Все, понял, я дурак, извините. Ну, вот эту конкретно, или? И эту конкретно и что угодно все это тестируется на уровне HTTP протокола, где у нас есть доступ в код, мы можем просто пойти и почитать, посмотреть, как он там реализованно, реализованно хорошо или нет, если мы знаем правильные требования кода. Это все, как бы, речь идет о том, как тестируется без знания кода, грубо говоря, в blackbox, либо просто в знании работы приложения. То есть ты, например, можешь скачать из интернета, это приложение, ты устанавливаешь ключ, в котором шифруются все он и токены, ты устанавливаешь его в что-то, что ты знаешь, дешифруешь токен, потому что ты сам в админке установил этот ключ, смотришь, что, о, вот в моей, в моем инстансе приложения, который там скачал какой-нибудь, старента, или там купил, не знаю даже, для того, чтобы сделать этот ресерч, я вижу, что там такая вот структура, я вижу, что там в 50-м байтике хранится значение админ равно чему. И ты идешь на систему, которая Real World, которая там где-нибудь у SaaS используется, или там у какого-нибудь, не знаю, Samsung, потому что они используют там какую-то прилагу, Jira, скажем, да, и ты ее хакаешь. Но тебе не нужен был код для того, чтобы найти этот баг. Тебе нужно было просто сделать свой инстанс и поговорять его ручками. Это как бы уже one step away from black box. Вот, но это даже еще не gray box. И на самом деле все реальные хаки проходят либо с доступом, не все, большинство, себе соединяют как бы human element и technical element. То есть, либо human element это вообще вся составляющая атаки, то есть, он там, не знаю, засливает коды доступа, либо вам хотя бы сливают информацию об инфраструктуре, что там и как, и, возможно, даже какие-нибудь бинари софта, которые там используются. И вы его ресерчите и смотрите, как его можно сломать. То есть, всегда есть такой cooperation. То есть, вот эта информация о том, где там, в каком байтике что находится, это небольшой секрет. То есть, нельзя сказать, что наш софт проприетарный, его никто в мире не знает, ну, кроме тысячи людей в нашей компании. и поэтому нас не взломают. Ну, тысяча людей, как бы, знаете, в компании больше двух, там, как там говорят про секреты, что вообще их не бывает, в том числе и между двумя. Что я не сказал, да, для того, чтобы на HTTP уровне это тестировать, необходимо возможность ловить запросы от клиента, который посылается. Может быть, мобильное приложение, это может быть толстый клиент, экзешничек, который запускается на компьютере, он общается с сервером где-нибудь там в Австралии. И для того, чтобы смотреть эти запросы, нужен прокси-сервер. Есть прокси-сервер, который сделан специально для того, чтобы ресорчить security, в которых уже запилено много полезных штук, в том числе автоматический тест на такой битфлиппинг. То есть там этот прокси-сервер сам видит куку, токен какой-нибудь и сам начинает в брутфорсе и отправляет там несколько тысяч запросов и говорит, типа, о, чувак, тут на запросе номер 3880, нам сервер ответил что-то другое, а ну, глянь. Ну, и прочие всякие прикольные штуки. Есть такие перехватывающие прокси-серверы, которые называются там Fiddler, Burp Suite, Mitten Proxy. Это основные инструменты любого хакерого приложения. То есть мы должны перехватить то, что управляет приложение на сервер, или там браузер, он же в скриптовом в браузере и поиграться с этим напрямую. То есть шкалота берет там интерфейс и пытается тыкать там какие-то кавычечки, чтобы увидеть, есть скиллен инъекции или нет. То есть очень часто на фронт-энде это отрезается или там санитизируется или даже это поле просто там грейд-аут, типа, ты не можешь изменить это поле. Ты там садмитаешь hidden field admin равно false. Но если ты его засадмитаешь admin равно true и перехватив этот запрос, заменив false на true и отправив его дальше на сервер, ты хоп становишься админа. То есть часто и густо такое случается в намного более серьезных приложениях, чем вам сейчас может казаться. Вот. Поэтому советую их поресерчить перехватывающий просто сервер. То есть, можно говоря, я инвестирую если у меня там сервера с платным юзера, потом покупают юзер на месяц и там сверяют духи платного и бесплатного юзера и можно один из способов. Это один из способов. У человека есть способности к этому. Ну вот как бы вот таких вот схем побольше придумываешь, пробуешь и десяток отваливается на одиннадцатый у тебя success. Или на двадцатый или на третий. То есть, из-за того, насколько стройна логика твоих предположений. То есть, а насколько она стройна, зависит от того, насколько хорошо ты понимаешь, как система работает. То есть, это может быть либо девелопером, который знает наверняка, как она работает, либо просто хорошим софтвер-инженером, который понимает, как с ним работают в целом, как она устроена, какие там могут быть косяки, кто что где мог прощелкать. Поэтому любой хакер это в первую очередь софтвер-инженер. Поэтому там тоже нашей компанией, например, стараемся зарплатную вилку держать так, как будто бы джуниор секьюрити-инженер это middle софтвер-девелопер. Потому что действительно он топов знаний про инженера нужно знать еще много-много по секьюрити. То есть, чек-лист действительно довольно большой и когда мы там делаем интерншип и обучаем людей, там я там рассказываю прям ртом несколько раз в неделю про то, что и как нужно делать, это занимает все равно месяц. Самостоятельное значение понятно еще дольше. Окей. Я надеюсь, я ответил на вопрос, как это в принципе делается, потому что надо было с этого начать. то есть, гуглите перехватывающие прокси-серверы, которые позволяют что делать? А, еще называются main-in-the-middle прокси-серверы. Main-in-the-middle это название атаки, когда вы перехватываете трафик, вы модифицируете либо хотя бы можете прослушать. Много слов. Сори. Так. Дальше. сессионные токены. Порой для сессионных токенов используются псевдо-случайные числа, которые генерируются генераторами псевдо-случайных чисел, и я говорю слово псевдо-с таким придыханием, потому что псевдо-случайные генераторы. Есть в коде Java, есть в коде Детнета, есть в коде большинства фреймворков криптографические стойкие генераторы пчелных чисел, которые все равно генерируют псевдо-случайные числа. Но их стойкость к криптографическим атакам намного выше, чем у обычного, например, Java Random. Кто пользовался Java Random? Многие, да? Ну, слышали про него. Мы дойдем до Java Random. Это пример генератора случайных чисел, который называется Randoo. Он был очень популярен в 80-е и 90-е. Я не помню, где он использовал. По-моему, он в Perle или в Fortran использовался. Ну, короче, он использовался в больших, как бы, мейджор-системах. И если мы будем маппить каждую пару его значений на плоскость, то есть мы берем один output, второй output, и считаем, что, типа, первый это x, второй y, то мы получим вот такой, как бы, распределеница, которая выглядит рандомненько, и мы такие, ок, работа. А если мы возьмем их троечками, как x, y и z координаты, и замапаем их в пространство трехмерное, то окажется, что все эти точечки лежат на 11 трехмерных плоскостях, которые параллельны, коллинеарны. Ну, какая-то реакция, ну, типа, ну, так нельзя. Ну, то есть это не генератор шленых чисел, на которые можно надеяться. То есть понятно, что здесь value space этого генератора намного уже, чем полные рандомы. Соответственно, для того, чтобы взломать что-то, что на нем базируется, нам нужно сделать намного меньше предсказаний, чем полный перебор. И в случае с ранду количество этих предсказаний было значительно, значительно меньше, чем полный перебор. То есть там для токена 128 бит не нужно было перебирать два 128-й варианта. Сейчас мы дойдем до того, насколько легко это делается в некоторых случаях, в частности, на примере Java Random. Но это через пару стадий. Здесь мы видим результат аттракторного анализа вывода криптографически стойкого генератора общейных чисел. То есть я не помню, что это используется, но, в принципе, вы видите, что такое облачко у нас, оно такое более-менее юниформ, и два. А вот это такой же анализ вывода генератора общейных чисел Windows 98, по-моему. Вот как бы очень рандомно, да? Я бы такому не доверил мои, там, не знаю, важные данные, видные карточки и так далее. Норм. О, Java Random. Вот этот код, вот эти, сколько, 5-8 строчек, включая random new random, это все, что нужно, чтобы предсказать все будущие output и генератор общейных чисел, имея два. В случае с Java Randomом состояние, внутреннее состояние генератора общейных чисел, имея длину 48 бит. Но при этом ответы его при вызове метода nextInt ограничены 32 битами. То есть мы имеем потерю размерности этого состояния в 16 бит. Это означает, что мы можем взять один output, второй output, и найти seed, при помощи которого они были сгенерированы. Если мы к первому из них прибавим про брутфорсовем 2 в 16 разных вариантов, то есть у нас 48 минус 32 — это 16. Вот 16 битиков нужно про брутфорсить. 16 битиков — это всего лишь 65 тысяч вариантов. На современной технике это брутфорсовется, ну, как бы, вы моргнуть не успеете. Мы знаем формулу, по которой строится... А, вот этот генератор общейных чисел называется линейный конгруентальный генератор общейных чисел. Вот эта формула. Вот как бы за этими большими словами вот что скрывается, как и часто очень бывает. Seed — то, с чего мы начинаем наш генератор общейных чисел, то, что мы там выбираем каким-то рандомным способом, не знаю, бросаем монетку, умножается на мультиплайер, который известная константа, плюс addendant, который известная константа, а битовая i с маской, которая известная константа, все как бы в джаве есть. Додвигаем на 16, сравниваем со вторым output. И если оно равно, то это означает, что мы нашли правильный seed. И все, и мы пишем, что seed found, и мы при помощи этого seed можем теперь засидеть такой же, у нас дома на компьютере там уже java random, засидеть этим seed и посмотреть все output и будущее. То есть при помощи, если это использовано в сессионных токенах, вы можете себе сгенерить там два токена, например, или даже один, если там есть хотя бы два этих числа. И все будущие сессионные токены, которые эта система выдаст, вы будете знать. Вы сможете залогиниться, как любой человек, который потом логинится в эту систему, как администраторы, не администраторы, без разницы. Я, по-моему, да, я сюда не включил. Раза в два длиннее код, который позволяет заглянуть в прошлое, генератор членных чисел, и предсказать все, не предсказать, а точнее реверснуть все предыдущие аутпы его и увидеть все предыдущие сессии. Такое, в принципе, можно сделать с большинством генераторов все достичь этих чисел, которые не криптовалитические стойки. На самом деле даже со всеми. Просто я знаю, что на практике пробовал, игрался с вот этим. У нас даже мы организовываем конференции в Одессочке, и для того, чтобы на нее попасть и не заплатить денег, нужно пройти и серию заданий хакерских печаток похакать. И вот одно из заданий было заломать Java Random, из 50 человек справились все. Так что у нас в Украине сегодня так уж плохо сессорить, оказывается. Вот. В питончике используется не линейка генераториальный бла-бла-бла-бла, а какой-то там твистер. Ну, короче, там типа 628 разных вариантов, может быть. Ладно, не суть важно. Короче, это ломается. Если вам где-то нужно для каких-либо, для любых security целей, использовать случайные числа, пожалуйста, всегда используйте криптовалитические стойки генератора случайных чисел. Пример, где нужно использовать случайные числа, это, например, инициализационные векторы, которые создаются в криптографии для того, чтобы сделать ключ более разнообразным. То есть, например, та атака, которую я показывал еще там слайдов 5-10 назад, из-за того, что я еще не выслался, забыл вам рассказать, что, чтобы ее не было, нужно этот известный ключ, который имеет хорошую рандомность, проксорить с каким-нибудь хорошо рандомным IV, который можно сгенерировать криптографически стойким генератором случайных чисел. Этот IV прицепляется к данным, которые мы шифруем, и отправляется на сервер. Мы знаем ключ, сервер знает ключ, а IV передается буквально в clear text с зашифрованными данными. Для того, чтобы... И при этом этот IV, он все время разный. Он передается в clear text, и он все время разный. Ключ одинаковый, но зашифрованные данные оказываются совершенно разными. И атака, которую мы тогда провели, не будет работать. И это правильная имплементация для всех стрим-циферов. Нам всего-то, нам всего было достаточно знать это, и мы спаслись от таких больших проблем. Но, опять же, об этом нужно знать, об этом нужно почитать, либо иметь у себя в команде security инженеров, которые вам об этом расскажут. Это, на самом деле, более правильный путь, потому что трекать это все, исследовать, вкладывать время в то, чтобы следить за новостями, где что поломали-то, например, что SHA-1 уже небезопасен, его крекнул Google. Ну, это занимает время, и, как бы, для ВЛАТРа не стоит на аппликации. Нет, это называется изобретать велосипед. Это можно будет тоже забрутфорсать, потому что, почему оно будет неизвестно? Потому что у вас в коде этот ваш код никто не знает, кроме тысячи людей вашей компании? Ну, то есть, по-нормальному используются для таких генераторов криптографические хэш-функции, типа, там, SHA-256, например, output которых уже берется как псевдорандомный, потому что они экстенсивно тестируются на хэш-кризи, боже мой, это отдельный разговор на часы. Ну, короче, смысл в том, что они отдельно тестируются на то, чтобы они не были predictable. И вот в ленухах, кстати говоря, в стареньких используется SHA-1 для того, чтобы генерировать криптографически стойкие данные, и понятно, что там старые ленухи, которым там лет 15-10-15, их output удоверять не стоит. Если у вас где-то такие есть, их стоит обновлять, и я знаю, что во многих больших корпорациях есть у вас вряд ли, а вот у ваших клиентов, которые там большие именитые компании с системами, которые там стоят и не падают по 20 лет, у них такое вполне может быть. Токен Брутфорс порой бывает возможен, если токен короткий. То есть если ваш администрационный токен, там, не знаю, состоит из 8 цифр, ну, как бы, space возможностей для этого перебора, ну, очень низок. И его довольно реально перебрать. То есть если у вас там используется 8 цифр в системе 1000 пользователей, то у вас эффектив длина 5, то есть вы можете, про Брутфорсив, сколько получается, порядка 100 тысяч разных токенов найти хотя бы один аккаунт по статистике. То есть поэтому токены должны быть рандомные, токены должны быть длинные, и эффектив энтропия у них должна быть высокой. То есть если у вас токен, например, длиной килобайт, из которых только 20, там, байт рандомный, все остальное предсказуемое, то это плохо, как мы видели. Окей. Куки-секрети-флакс. В браузерах есть механизм куки-сторочек. Сколько же времени у нас еще осталось? Потому что я, что-то, по-моему, увлекся сегодня. Ну, сразу пойдем на ужин туда уже после этой презентации. В браузерах есть куки-сторочек. Осталось? А, норм, пляшем. Окей. Который сделать специально для того, чтобы хранить эти токены. То есть их не нужно, опять же таки, изобретая велосипеда, где-то сохранять там памяти дживоскриптами и потом реюзать. Есть браузерный сторидж. Браузеры отправляют, запоминают куки для разных доменов, даже для разных конфигураций домен, двоеточие, порт. И при каждом следующем запросе, после того, как эта кука была установлена на браузер, браузер запоминает, и при каждом следующем запросе браузер будет ее отправлять, таким образом аутентифицируя этот запрос серверу. Говоря, что, помнишь, я, Вова, получил вот этот токен, вот как бы вот я тебе отправляю там запрос, дай мне там мой банковский счет. Так вот, в браузерах есть определенное количество security-флагов, которые следует установить. И, кстати говоря, здесь уже одного не хватает, да, Андрей? Да. Все текет, все меняется. Текет. Secure. Начнем с того, что на экране, а потом Андрюш может дополнить чуток. Secure-флаг означает, что кука установлена сервером, никогда не должна передаваться по HTTP. То есть вариант, где это может быть за экспорт, но очень простой. Вы приходите там на сайт вашего великолепного банка, он вам выдает куку, вы сидите там где-нибудь в кафешке, что-нибудь там делаете, все secure на вас, и на сайте написано все secure. Злой хейкер отправляет вам там ссылочку, заставляет вас перейти по ссылочке. На самом деле, есть огромное количество способов это сделать, и я сейчас об этом думаю. Боже, это вообще так клево. Ваш интеракшн даже не нужен. Вы просто браузуете что угодно по HTTP на общей сети, он подменяет ваших HTTP ответов в протоколе HTTP, ClearText, который не зашифрован вам. Любой там имидж заставляет его пойнтить на ваш сайт. Если кука не имела флага secure, то ваш браузер сделает запрос на сайт банка, для того, чтобы достать эту картинку. Там картинки не будет, но этот чертов запрос улетит с вашими куками по HTTP. Если бы флаг secure стоял, то браузер бы отправил запрос на картинку, не отправляя ваши токены по HTTP. А если бы там хакер вставил бы в ответе вампу... Это, наверное, сложно как бы. Хорошо загнул. Это очень интересный кейс, потому что ваше даже участие не нужно. И я вот этого не знал до 15 секунд назад, когда это придумал. Клево. Запиши, запиши. Да. Короче, атака не была бы возможна, если бы флаг secure стоял. То есть если атакер может заставить вас отправить по HTTPS в вашу куку, ну как бы и что? Он должен уметь взламывать HTTPS, за это ему там не Нобелевскую дадут, но он прославится. Хотя есть много способов нагнуть и HTTPS, так что это отдельная... HTTP only кука... HTTP only флаг у куки. И когда я говорю HTTP only флаг у куки, это означает, что когда сервер ее выдает, он пишет там запятая, secure, HTTP only, домейн равно банк.компас равно что-то там, слэш, что-то там, expires там через день. Так вот, если HTTP only флаг не стоит, это означает, что кука будет доступна JavaScript там на этом домене. Кто-то знает, почему плохо, если сессионная кука доступна JavaScript на домене? Да, вот. Вот человек, который... Программист или только администратор? Сетевой администратор-то знает, а... Да. Программист нет, это клево. XSS. XSS-атака заключается в том, что злой дядя или школьник, зачастую школьник, потому что так очень простая, может вставить в ваш сайт данные, ну, есть разные способы, допустим, который ваш сайт запомнит и будет потом вставлять в HTML-странички ответов. То есть, например, это форум, куда вы отправляете пост о том, что вы там крутой хакер, и в конце этого поста вы вставляете HTML-теги, там, скрипт, что-нибудь там сделай плохое, так закрывается скрипт. Если санитизация сделана неправильно, и эти данные вставляются as is в ответ от сервера, когда человек заходит в этот форумный тред, его видит, этот JavaScript запустится. На самом деле это катастрофическая ситуация для большинства приложений, потому что количество атак, которые можно сделать через XSS, ограничено только вашим воображением, нашим воображением. Если HTTP-флаг не стоит, то просто можно сделать самую простую атаку, это украсть сессионный токен. Мы через параметр или метод cookie у document, то есть есть такая штука DOM, document object model, который в JavaScript позволяет обращаться к элементам страницы через точечку, если мы напишем документ, точечка cookie, мы получим cookie на этой странице. Если там есть сессионный токен, великолепно сконструированный, очень фиртографически стойкий, все клево, мы сможем его отправить себе и использовать приложение, как этот человек. То есть клевый такой пример, администратор заходит, например, на эту страничку для того, чтобы просмотреть ваш пост и убедиться, что там нет, не знаю, чего-нибудь плохого. Он там смотрит, что вы пишете там, я хороший мальчик, в это время его кука уплывает, и вы стали администратором на этом форуме, в этом банке, то есть в этом банке можно отправлять запросы, типа, увеличьте мне лимиты на моей карте, скрипт, alert 1 скрипт. Такое бывает, такое реально бывает. И, кстати говоря, оно не только бывает, XSS это одно из самых распространенных сейчас уязвимостей на веб-сайтах, на веб-приложениях, во всем, что рендерится в браузере, и во всем, что рендерится в том, где используются браузерные технологии, то есть в мобильных приложениях часто всякие штуки рендерятся в веб-ките, и там тоже это возможно, то есть там тоже исполняется JavaScript, и там вы думаете, что это нативное приложение, но на самом деле, если вот такую дичь вставить, оно поломает вам это приложение. У нас в Одессочке есть Bond Taxi, где мобильное приложение часто ломается, мы там видим теги, типа там, head, мета и так далее, вот прям в приложении, что означает, что у них такая штука бы сработала. Pluged Domain означает, что кубка, которая устанавливается, должна работать только на этом домене. То есть часто вот ситуация, что у вас на одном домене есть много поддоменов, и если там находятся разные приложения с разным security профилем, с разным количеством извинений в них, то если все из них смогут видеть куки от всех других, то у вас будет огромный exposure и огромный attack surface, который позволит атаку очень много проще вас взломать. То есть если у вас там есть, не знаю, 10 сайтов, из них хотя бы один там какой-нибудь плохенький, вы там установили, не знаю, PHP BB форум у себя там из начала 2000-х в организацию пользователя, все остальное у вас супер секюрное, и при этом домен флаг не стоит, то вот через этот форум можно будет взломать все приложения. Path. То же самое, когда у нас идет дифференциация между разными веб-ресурсами через path-аргументы, мы при помощи этого флага можем указать, что это кука принадлежит только вот по этому там пасу. Slash, не знаю, jira, вот все он должен управлять только сюда. На слэш, не знаю, wiki, слэш, что-нибудь еще, но не уйдет. Expires означает, что браузер должен забыть эту куку. Есть best practices на тему того, что для приложений, в зависимости от уровня их критичности, время экспирации должно быть разное. То есть там для высококритических систем, типа там банковской, где вы вводите свою карточку и прям можете что-то на ней делать, эти токены должны забываться там в течение минут, не более пяти. И фишка в том, что недостаточно только установить expires, необходимо еще, чтобы сервер тоже через пять минут забыл. То есть чтобы ни браузер ее не хранил, ни сервер. Этот подход называется defense in depth, чтобы если где-то что-то зафейлиться, если где-то какой-то неосведомленный программист что-то изменит, либо одно, либо другое, чтобы ваша система оказалась юзима. Поэтому, например, когда мы делаем обращение к SQL-базе данных, во-первых, у нас защита от SQL-инъекций. SQL-ка у нас передается, делается параметризированным запросом, потом на сервере приложение базы данных хранится под непрегрегированным пользователем, потом в базе есть сегрегация, где данные high security и обычные хранятся в разных зонах, доступны к разным пользователям. Это все defense in depth. Это все, что нужно делать, если вы хотите здесь нас защитить свое приложение. Ну, короче, да, есть еще шестой флаг. Андрей. Да, буду. Вот ты уже скажи, а потом к этому еще вернусь. Нет, давай. 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 Монетку, да? Окей. Проблема в том, что, грубо говоря, если вы из своего любого ресурса сайта... То есть проблема какая? Проблема в том, что когда мы обращаемся к тому или иному домену, кука отправляется браузером автоматически, независимо от нашего желания. Так, таким образом, если на сайте стоит плохая защита от ССРФ, которая расскажет Вова чуть позже, мы можем на любой сайт загрузить ссылочку или изображение ссылочки на ваш ресурс, грубо говоря, банк.ком send money from me to hacker сам равно 1000. Да, если нет защиты, о которой позже расскажет Вова, можно любого другого сайта по этой ссылочке обратиться к сайту банка, грубо говоря, перевести с лица 2. И для этого есть ряд защит, который называется антиэсессор. токены, антиэсессор, защипы, бла-бла-бла. Но умные программисты из в том числе Mozilla и Google говорят, да давайте сделаем куки еще один флаг, который называется same site. Что значит, что куки не будут отправляться к этому домену, если запрос совершен не с этого домена. Грубо говоря, куки к вашему банку будут отправляться только тогда, если вы нажмете эту кнопочку или отправите запрос с сайта вашего банка. Это ломает половину функционала, потому что вы не сможете легитимно переходить по ссылкам банка, для этого есть, то есть, грубо говоря, вы не сможете у себя в почте, когда вам пишутся почты, типа, а посмотрите на ваш счет. Вы нажмете, типа, посмотрите на ваш счет, кука same site, кука не передается, вам нужно обратно авторизоваться в приложении. Для этого есть workaround, которые опять же расписаны на Mozilla, на сайте Mozilla, MDN, очень красиво расписаны workaround, как это избежать. Ну, в общем, еще одна, еще один флаг, same site позволяет отправлять куку только на ресурс, с которого произошел запрос. Вот. Такой лайтовый ток получается, как бы немного совсем информации, никто ничего не записывает, я уверен, что все все запомнят. А видео будет доступно потом как-нибудь? Да? Они просто об этом сразу спросили, поэтому я сейчас сидя отраслабляю. Ну, окей. Сэшн фиксэйшн, очень забавная атака, очень простая, стара, как мир. Атак. Происходит следующим образом, сейчас расскажу механику, и может сразу даже станет понятно, почему это плохо. У нас есть атакер, у нас есть юзер, у нас есть worldbank.dom.com на меня отсюда. Это очевидно из недалекого будущего, где есть worldbank. Атакер делает первым, первонаперво, запрос на логин в банк, получает оттуда какой-то сэшн-айди, валидный сэшн-айди, который там очень фотографически стойкий, все правильно, они хорошо имплементировали. Затем атакер говорит в скайпе, воу, юзер, а ну, глянь там что-то, банк лег, не знаю ли там, глянь там, не знаю, порнографию залили на банк, да, и дает такую ссылочку, где мы видим там online.bank.dom slash login.gsp, собачечка, знак вопроса, session.id равно 1, 2, 3, 4, его session.id. Юзер переходит на worldbank, нажимает на ссылочку, делает get запрос на login.gsp, URL параметром session.id равняется 1, 2, 3, 4, ему возвращается страничка, он введи свой username и пароль, он вводит свой username и пароль. И вот если банк в этот момент берет и использует значение вот этого session.id и говорит типа ок, юзернейм, твой пароль соответствует, поэтому я запоминаю, что session.id 1, 2, 3, 4, твой. Если вот этот глупенький сервер это сделает, то атакер получит доступ к серверу такого же уровня, как юзер. Они оба смогут при помощи этого токена использовать один и тот же ресурс. Это встречается реально очень часто. В том числе банковских приложениях и понятно вызывает большие проблемы. В Java это особенно... Как насчет привязки совершенно IP к IP-адресу? Это порой работает, зависит от приложения. То есть если у вас должна кука переживать изменение IP-адреса, то есть человек будет пользоваться то с работы, то с дома, то еще, то это как бы не будет работать. В принципе, это один из механизмов он усложняет процесс, но как бы ничто не достоверно полностью. То есть в идеале... сайт должен всегда выдавать новый сессионный токен и никогда не авторизовать старый. То есть в Java это практически нативно сделано неправильно, но и порой бывает имплементировано неправильно в других приложениях, где подобным образом атака работает. Подобным же образом можно делать атаку через куку, если у вас есть возможность установить на этом домене куку пользователю. Например, через ту же xss-очку, если он еще там не авторизован. Авторизация. Кто знает разницу между атакой и авторизацией? Лес рук. Информация, предоставление информации о том, что ты можешь предоставить аутентификацию на процесс проверки и я уверен, что он мало платит. Хороший специалист в России. Да, то есть аутентификация это то, когда вы вводите группу на пальцах свой логин и пароль. Вы аутентифицируетесь, подтверждая свою аутентичность, что да, я Вова, потому что я знаю пароль. Авторизация это когда уже получив свой сессионный токен, приложение вам разрешает и не разрешает определенное действие в системе. Например, если я Вова, пользователь банка, я должен перевести деньги со своего счета на другие, но не с чужих счетов на другие. И я не должен иметь возможность будучи пользователем создавать новых пользователей, что является административными привилегиями. Поэтому есть атаки типов privilege escalations, которые двух основных типов вертикальные и горизонтальные. Как, собственно, может быть понятно из моего предыдущего примера и этих слов, вертикальные это когда привилегии пересекаются между разными уровнями привилегий, пользователь админ, пользователь супер-юзер, супер-юзер там контент админ, админ, и горизонтальные, когда ты между разными пользователями, когда вы можете с аккаунта другого пользователя сделать. Некоторые примеры того, почему это возможно. На самом деле очень есть много разных логических проблем, которые это позволяет сделать. инвойс равно число. Эта презентация, я ее писал еще давно. Ну, на днях мы нашли первую. Согласен которую мы это нашли, запретил нам об этом рассказывать, потому что не хотят иметь проблем. Ну, скажем так, организация, которую взлом... Да, короче, в определенную компанию пришел фишинг-письмо аккаунт бухгалтеру о том, что, мол, воу, вы тут платите нам денег за последние там вот пару лет в ваших счетах, а заплатите-ка нам вот еще вот по этому счету тут типа за месяц мая. и ссылочка ведет на там какой-то сайте, где что-то там сам пейдж, там было написано там допустим, знак вопроса invoice равно число. И человек заходит туда и видит там реально как бы invoice со всеми креденшалами его и ну, как бы все легитимно, хочется оплатить. Ну, кажется, на первый взгляд легитимно. Фишинг на самом деле очень successful, потому что это реальные invoice, реальные invoice, вытащенные с реальных компаний, о которых вы все знаете, вообще все, и компании, чьи invoice были украдены у этого сервис-провайдера, ну, я думаю, это как бы не такой большинство. Скажем так, один очень известный производитель электроавтомобилей, один очень известный производитель софта для виртуализации, всякие там виртуалочки вы видите там, да, коммерческие. Вот, ну и прочие компании, там, сотни компаний, 5 гигабайт документов, нам удалось вытащить с этого сервера хакеров благодаря тому, что они использовали insecure direct object reference, где был invoice, все равно число. Мы нашли lower bound, upper bound и просто скриптиком сдампили все invoice, которые у них были. Для того, чтобы предупредить компанию, которую взломали, то, чтобы предупредить сотни компаний, которых взломали, ну, это, в общем, процесс сейчас ongoing, то есть это, эти ошибки делают не просто же программисты, а хакеры, которые взламывают больших дядь. Так, ну, и то же самое insecure direct object reference с другими примерами, что-то там change password, user равняется сам user. Ну, понятно, что если такая схема, такая структура намекает, что здесь прям хочется попробовать другого пользователя, админу сменить пароль, правда ли? А то же самое там show image, EMG, там, такой-то, если вы видите только три картинки, понятно, что можно пробовать про brute force и посмотреть остальные интересные, веселые картинки. Past traversals, да, тоже нечто, что, а, да, это уже, как бы, отдельная проблемка, которая означает, что мы можем при определенном подходе к работе с файлами на сервере получить доступ к файлам на сервере, либо на чтении, либо даже на запись в некоторых экстремальных ситуациях. В данном случае мы говорим, лоу, чувак, отдай мне item, который равняется ikki.html. А тут, тут же есть, наверное, левый нить, левый, а, да, нет, там можно просто пояснить, да, 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 окей, и ки html. Понятно, что это может быть именем файла на файловой системе. Давайте протестим, давайте, зная, что сервер на Linux, или предполагая, что на Linux. Ставим туда pathbacktrackables, то есть точка, точка, слэш. У нас вновь идет, выходит в предыдущую директорию. И вот мы делаем там какой-нибудь... Вау, тяжело. Так, ну ладно. Я так буду полчаса еще играться. Заходим в корень, заходим в ad, заходим в пассворт и читаем наш пассворт файл. Если прилага ранится под рутом, что бывает нередко, к сожалению, мы можем еще и shadow почитать. Если это используется там не в getUserProfile, а в writeUserProfile, и мы можем сделать вот такую же пассворт, что мы можем override shadow или override password, файл. И, ну, со всеми вытекающими последствиями. Либо прочитать логи приложения, в которых там хранятся очень дикие вещи, там вроде тех же номеров кредитных карточек или юзернейм паролей. Типа, во-во, этот пользователь залогинился там с каким-то паролем. Зачем это хранится, я искренне не понимаю, но как бы это часто бывает. Аутентификация. Вот. И теперь мы говорим про то, где мы садмитаем наши логины и пароли. Еще одна картиночка. Проснулись. Как выглядят взломы в кино вверху. Много там всяких хитрых слов. Чувак такой там сидит, набивает, что на клавиатуре. И в реальной жизни парень просто звонит и говорит, Ну и буквально люди рассказывают свои пароли. Соответственно, то, о чем мы сейчас будем рассказывать, оно никак от этого не защитит. От того, что с людьми нужно отдельно работать и обучать. Но, тем не менее, вот этот вариант не проходит. Либо нет контакта с людьми, либо они неизвестны. То можно сделать, попробовать сделать всякие атаки на первое, что не стоит делать, это в принципе любые креденчалы через HTTP. То есть, если у вас есть любая система, которая должна быть защищена, нужно использовать HTTPS. И речь идет не о том, что там могут быть какие-то сенсити в данные в своем приложении, которые кто-то может увидеть. То есть, это может быть любой сервис, например, в вашей организации быть какая-нибудь там вики или файл сторож, который использует ваши доменные креденчалы. На этом файл сторожа может быть полностью публичная информация, но при этом ваши доменные креденчалы утекают по HTTP. И, соответственно, для атакующего основной интерес представляет то, что ваши креденчалы, преимуще которых он может иметь доступ ко всему, к чему вы имеете доступ в этом домене. Active Directory или LDL. Поэтому ни в каких ситуациях нельзя посылать эзернейм и пароли в HTTP. Plaintext. Plaintext, да. То есть, только HTTPS. Ну, даже не plaintext, а если через HTML, можно будет конкурсировать в блогах, в том числе, чтобы сделать беосипет. На стороне пользователя криптография. Сторона пользователя загружается в браузер, поможем ее загрузить. И знать. Просто вставить себе в этот же JavaScript и генерить то же самое. Ну, для особо ленивых, кому совершенно влом сделать HTTPS, создавайте отдельный аккаунт и помните пароли, записывайте на бумажечке в креативный экран. Ну, можно так. Да, то есть, главное, чтобы важные данные не утекали. Просто часто вот эта ситуация всплывает иногда, когда доменные креденчалы, которые имеют много где, даже если не доменные креденчалы, а просто какие-то креденчалы, люди, это люди, запоминать пароли сложно. Поэтому они делают один пароль и используют везде. В банке, в почте, там, не знаю, на порно-сайте. Интересно. Еще одно не-не, не стоит делать. Это отправлять данные по HTTPS из формы, которую клиент получает по HTTP. Типа, чувак заходит на HTTP endpoint, получает, загружает HTML страницу, и когда он нажимает send, все уходит на HTTPS. То есть, когда он нажимает send, его креденчалы действительно утекают зашифрованными. Но при этом, из-за того, что получал страничку по HTTP, атакер, как Андрей сказал, мог в полете и изменить. сделать там destination этого форм субмита своим сервером. И все, как бы дальше он там передает токен обратно этому пользователю и говорит, типа, как чувак, ты снижировался, юзай прилагу, как бы, а я пошел там грабить. sending data with get method srlhtps. Да, это плохо по набору причин. В данном случае у нас тут юзер и пароль передаются в URL параметрах. То есть, данные, которые передаются в URL, в принципе, не должны быть никогда security relevant. То есть, эти URL-ки, они запоминаются историей вашего браузера. Эти URL-ки, они запоминаются прокси-серверами, которые передают дальше ваш запрос. То есть, например, вы общаетесь с приложением, которое стоит у вас там в сети где-то глубоко через TLS-терминатор, то есть, какой-то сервер, который торчит наружу там из DMZ и вот все, что он из этого сервера уходит, как бы, это уже не HTTPS encrypted traffic, там, а HTTP. То даже если это HTTPS, он все равно должен его как бы увидеть, если там неполный стоит транспарант. Обычно абсолютно неполный транспарант. Ну да, он там, в принципе, не может даже подробностовать за эту миссию транспарант. Ну, как бы, несет влогах этих серверов, влогах вашего браузера, автокомплитах вашего браузера эти данные будут сохраняться, поэтому это плохо. Что еще плохо, это возможность перебирать юзернеймы на ресурсе. то есть это бывает возможно, когда логин error месседжей отличаются для разных сценариев. То есть, например, есть хакер, который пытается получить доступ к твиттеру. Он может засубмитить юзернейм и пароль, неправильный юзернейм, неправильный пароль и правильный юзернейм и все еще неправильный пароль. Если ответы от сервера отличаются, он таким образом может перебирать юзернейм с каким-то рандомным паролем до тех пор, пока он не найдет валидный. Например, если это e-mail, он может перебирать e-mail на gmail, смотреть, какие пользователи пользуются твиттером и потом их пишет, отправлять им письма на этот e-mail, говорить, типа, алло, ваш там твиттер-аккаунт был компрометирован, нам нужно срочно изменить ваш пароль на секьюрный 1, 2, 3, 4. Кликните сюда на ссылочку, там написано не твиттер, а твиттер с ноликом и все, вы вводите свои логин-пароли, на чем выглядит один в один так же, но этим не является. Недавно была атака, где благодаря тому, что в DNS на именах можно теперь делать юникодные символы и там появилось много символов, которые выглядят абсолютно идентично. Например, ссылочка на Microsoft с буквой I, которая не I, а символ номер там 3000 такой-то работает, выглядит абсолютно идентично у вас в браузере. То есть, он может прийти письмо от Твиттера, говорит, смените ваш пароль на Твиттере, где буква I, черт возьми, просто не I. Вы на нее нажимаете, ничего не подозревая, вводите свои данные атаки. От этого есть просто фиксы на DNS уровне, но все. Fail login attempts differ in duration. то же самое. То есть, вы узнали о первой штуке, вы такие, мол, ок, мы теперь будем всегда давать одинаковый ответ для неправильного пароля неправильного пользователя и правильного пользователя неправильного пароля всегда одинаковые. То есть, говорите, что такого пользователя или пароль, там, пользователь или пароль не верен. Окей. тогда мы начинаем делать то же самое, но уже смотреть не на данные, которые присылает нам сервер, а на то, как долго он их нам присылает. Часто и густо бывает так, что, например, для сценария неправильный пользователь, неправильный пароль, ответ нам отдается 500 миллисекунд, а правильный пользователь, неправильный пароль, 100 миллисекунд. И мы немедленно знаем по разнице задержки, что этот пользователь есть. Такое часто бывает, ну, как бы простой пример, когда у вас за вашим сервером стоит LDAP, у вас в LDAP есть 10 серверов, и если мы вводим имя правильного пользователя, там идет вопрос этих LDAP-серверов, мы там получаем с первого сотра в ответ, все ок, занимает там 100 миллисекунд. Если этого пользователя нет, сервер начинает, LDAP начинает там общаться между серверами, и там 10 разных серверов отвечают, типа, нет, у меня нет, спроси еще кого, спроси еще кого, и это занимает дольше. Соответственно, мы точно так же можем бредфорсить логины людей. Либо Forgot Password Error Message, тоже имеет там differences для разных пользователей, если мы там пытаемся отправить письмо на существующие и несуществующие имя. Еще прикольная атака, которую можно сделать, называется BruteForce InBreads, ширину, берется 1000, топ-1000 паролей, берется 1000 пользователей, для каждого использователя перебирается эти 1000 паролей, и мы получаем доступ, on average, к нескольким десяткам аккаунтов. А, еще есть забавная штука, которую Слава сказал, что утекают большие базы данных паролей, там, с Mail.ru, с ВКонтакта, с разных, короче, с Yahoo, с разных больших сервис-провайдеров, просто миллионы аккаунтов с паролями, с реальными паролями. И так как пользователи имеют тенденцию переиспользовать пароли, то просто зная, что у нас есть там пользователь Vowa123, который там, мы знаем, у него был пароль на Yahoo два года назад, не знаю, там, QWERTY123, высока витенция, что он его здесь использовал. И тогда, как бы, success rate будет намного выше. Password Brutforce. Тут, как бы, есть некоторые дилеммы. То есть, с одной стороны, не следует делать полное блокирование аккаунтов, потому что оно позволяет сделать denial of service attack против вашего приложения. Denial of service attack вводят разные. Не обязательно, чтобы сервер лежал и не отвечал. Достаточно, чтобы пользователи не могли пользоваться сервисом. Сюрприз. То есть, если вы, там, какое-нибудь приложение, которое получает деньги от того, что пользователи им пользуются, смотрят рекламу, там, например, это Snapchat, да? Если пользователи не могут зайти в ваше приложение, вы теряете деньги. И, как бы, атака denial of service против вас эффективна. Если пользователи могут зайти к вам. Как это делается? Вы берете и просто, имея базу юзернеймов, которых вы знаете, либо, зная, по какой схеме юзернеймы, там, выдаются в корпорациях, это обычно, там, первая буква имени и фамилия. Зная просто список людей, которые там работают, вытаскиваясь с LinkedIn, там, сотни тысяч этих людей, можно по этой схеме составить легитимные, там, e-mail, кредальшевые, и залочь этих аккаунтов в системе, просто, там, по три, по пять раз отправив неправильный пароль. Все, никто не может пользоваться этой системой. Клево? Не клево. Что еще не следует делать, так это, да, как это правильно делать, лочить аккаунты на короткое время, то есть, там, на несколько минут. Либо устанавливать длительные задержки между разными попытками, типа сказать, воу, чувак, хочешь еще попробовать пароль? Попробуй, там, через пять минут. При этом, если там у нас какое-то количество неуспешных было попыток введено, там, даже, там, после пяти минут, например, еще три, мы говорим администратору, типа, воу, чувак, кто-то пытается сделать медленный брутфорс, пароли, то есть, ничто не мешает человеку, там, не знаю, у которого нормально времени, там, за пару месяцев на тысячу аккаунтов попробовать топ-тысячу паролей и задержка в пять минут между, между каждым. То есть, мы в реальных ситуациях видим в логах Intrusion Detection System, как раз, там, в 15 минут с разных IP-адресов, то есть, еще из какого-то ботнета, прилетает логин-аттент администратор, там, на винду, например, администратор с паролем QWERTY 1, QWERTY 1.2, QWERTY 1.2.3, QWERTY большими. Ну, то есть, и оно делает это медленно, чтобы, во-первых, не быть The Detection, той же IDS, а, во-вторых, чтобы не попасть на блокировку. Что не стоит делать, так это смешивать brute force софт-локинг и хард-локинг. Хард-локинг — это когда у тебя, ты видел администратора, он говорит, типа, все, ты забанен, и ты не имеешь доступа к серверу. Он тебя там банит, все, навсегда. Если используется один и тот же, например, database field, для этого локинг, там, например, в базе данных называется locked, и там стоит там какое-то значение. Если софт-локинг при трех неправильных паролях пользуется тем же полем в базе данных, то уже за золоченного аккаунта тремя неправильными паролями, обращениями к логину, мы можем сделать софт-лок, чтобы означать, что через 5 минут этот аккаунт разлочится. Который был навечно золочен. Это тоже, как сейчас в жизни, ну, это... Об этом вроде как можно и не подумать, действительно. То есть ты топилишь там, ну, да, окей, там есть у нас такой-то флаг. Типа, у чуваки, у нас есть там флаг для локинга, да. Ну, тогда я админ хард-локинг сделаю через него уже тоже, чтобы не допиливать новую базу. Сейчас, например, придется на тестовые сервера, а там надо. Такое часто бывает. Да, то есть можно authentication схему просто обойти, сделав директ-пейдж-реквест. Очень глупая штука, но часто работает, и поэтому она даже включена как часть стандартного функционала некоторых main-in-the-middle-прокси, о которых я рассказывал, которые я с ним инструментом, где прокси может сам за тебя перейти по всем URL-ам, по которым ты ходил, будучи аутентифицированным, не аутентифицированным. Называется директ-пейдж-реквест, то есть ты, не будучи аутентифицированным, можешь видеть только один пейдж. Ты не знаешь, что, например, есть пейдж-админ, пейдж-еще что-нибудь там. Допустим, совершенно сторонний человек. То есть ты знаешь, что они есть, ты можешь попробовать к ним напрямую достучаться, не имею куки. И почему-то нередко это оказывается возможным. Если не везде, то, по крайней мере, на некоторой странице. То есть там в том же дотнете нередко ставят, ну как, из-за того, какой фреймворк используется, ставятся там маркеры, типа, какого его привилегия необходимо пользоваться для того, чтобы воспользоваться этим API-коллом, порой там для тестинга или там на каком-то этапе считалось, что там давайте мы будем администрацию требовать. Это попадает в продакшн. Типа просто там кто-то об этом не подумал глобально вообще во всем API, оно не проверяется. Это может напрямую перед эти отсылочки запретить. И атакер, не имея креденчалов, может зайти и делать что хочешь в приложении. Это называется false navigation или direct page request. Так, параметр modification. Тоже встречается в реальной жизни, ну как делаю. Все, по-моему, уже понятно. Может быть, людям сзади непонятно, как-то там authenticated равняется no, меняем на yes. Wig password chain preset. Да, если пароль можно поменять без out-of-bank конфирмации, значит, что мы можем поменять пароли всем пользователям так же, как с их локингом аккаунтов, поменять им всем пароли и менять их постоянно. То есть там человек получает e-mail, что ваш пароль изменен, там смотрит, что там за пароль, пытается с ним залогиниться, а у него уже опять изменен, у него еще новый e-mail. Он опять же-таки не может пользоваться системой. Если в password chain функциональности password chain не требует текущего пароля, то есть просто говорит, типа, введите пароль и повторите ввод нового пароля. Точнее, введите новый пароль и подтвердите новый пароль, если только есть два этих поля. Это означает, что приложение немедленно уязвимо к изменению пароля неавтолизованной стороной. То есть, например, через ту же XSS-очку можно JavaScript-ом сделать запрос на change password страничку от имени пользователя, отправить новый пароль, и пароль изменится, потому что старый не нужно даже знать, чтобы сделать изменение. Порой на сервер отправляется старый пароль, новый и новый confirmation. Но если убрать один из этих параметров, запрос все равно срабатывает. Вы такое наблюдали в Java буквально месяц назад. Мы убираем оттуда старый пароль, и мы можем опять же-таки сменить пароль, не зная старого. То же самое, возможно, через CSS, RFC, DTS. Сразу мы сейчас доберемся. Ну, пока мы только про XSS поговорили, да? Вот все, JavaScript-ом в user-браузере мы можем сменить ему пароль. С это администратор, включаем полный доступ к... Ну, и если мы разрешаем unlimited failures, то есть там чувак пытается ввести свой старый пароль, но не получается, сменить пароль не получается, то тут потенциале можно сделать брутфорс пароля через ту же XSS-очку. То есть если это CSS, человек заходит на страничку там с какой-нибудь статьей, ее читает там минут, за эти 10 минут JavaScript может отправить десятки тысяч, сотни тысяч запросов на сервер, пытаясь сделать password change. Если там нет лимитации на password change, он может также брутфорсить там тоже топ-тысячу паролей для каждого пользователя. Много-много мест, где можно выставить себе в ногу, чуваки, как бы реально. Об этом стоит почитать. Это у вас организации Open Web Application Security Project, в которой я даже являюсь chapter-лидером в Одессе. Проводим всякие там конференции, мероприятия и повышаем ознакомленность людей с этими штуками. Загуглите их сайт, почитайте там очень много технической информации о том, как это тестировать, как это правильно кодить, с код, с ниппетами, с чем угодно. То есть, как бы все на расстоянии вытянутой руки. Так, это последняя секция, которая уже связана с OAuth 2. RFC 6819 – это как раз RFC, связанная с безопасностью OAuth 2, где перечислены все угрозы, которые есть, которые там умные дяди придумали, которые могут угрожать OAuth 2. Понимаешь, что это не обязательно, что это полностью лимитированный список. Возможно, где-то еще есть способ все выстрелить много, но там нашли их 20. Основная схема заключается в том, что… Нас многое место, возможно, за пределами. Ну, короче, схемка сложная. Смысл в том, что у нас браузер делает запрос на authentication сервер через редирект URL. Этот сервер возвращает какой-то токен в браузер пользователя, поэтому с этим токеном человек авторизуется, взводит свой там username, password, забитает эту данную на authorization сервер, он говорит типа «Окей, вот твой access токен» и передает access токен там в URL-фрагменте, то есть там через DS. Если там что-нибудь во ВКонтакте, в Фейсбуке, вы видели, как это работает, то есть вам там какого-нибудь приложения для вашего или там для вашего ваших игр с API, выдает OAuth 2 токен, как раз в URL-очке во фрагменте. Отдельная тема, что такое фрагмент. Кричит, более секюрный. Редиректует нас на конечный веб-сервер с этим токеном и веб-сервер сразу говорит типа «О, ты тот чувак, который нам нужен». При этом сервер конкретного приложения доверяет авторизационному серверу. Сервер конкретного приложения не знает, кто вы такой. Это тот механизм, который позволяет вам авторизоваться, используя ваш Google аккаунт, в любое приложение, не рассказывая этому приложению ваш пароль. Если там, может, кликали там на форумах, на всяких сайтах интересных, типа там, зарегистрироваться при помощи вашего там Gmail аккаунта, при помощи вашего еще какой-нибудь аккаунта. Вот это ОНО. Только оно делается как бы behind the curtain, а вы даже не знаете о том, что там такие стейт-диаграммки бегают. Так вот такая атака уязвима, во-первых, к cross-site request forgery. Это как раз то, о чем рассказывал Андрей, когда мы можем с third-party сайта отправить с нашими аккаунными токенами запросы на сайт, который мы атакуем. В данном случае сайт, который мы атакуем, там, это банк, third-party сайт, может быть, там, не знаю, xxs.com, на котором стоит вот такой вот имидж, имидж, у которого source, это банк.com transfer, аккаунт Мария, иммунт 100 тысяч. Когда пользователь, там, под именем Вова зайдет на страничку там, сайта xxs.com, где есть такой имидж, с его аккаунта автоматически деньги спишутся в адрес Марии, в иммунте 100 тысяч. Подобное же можно сделать при помощи формочки, которая, как бы, он лоудит документы, сразу же садмитается. Подобное можно сделать, попробовать через xml и щитепи реквест в javascript, те, что, в принципе, возможно, в старых браузерах, которые не поддерживают course, cross-origin, security policy. И если вы где-то видите access control, allow origin, все, это означает, что course policy отключен, и этот способ атаки возможен. На самом деле, этот способ атаки он самый крутой, потому что позволяет, грубо говоря, отправлять в некоторых сценариях любые данные любых типов на любые, ну, на ваш сервер и атаковать его с third-party сайта. Как cross-site request forgery, как от нее защищает course policy, и почему оно должно быть включено. То есть часто девелоперам хочется поставить такой вот флажок, потому что это починит их баги с приложением, типа, ой, блин, у нас тут у сервера есть там несколько backend серверов, на одном хранятся картинки, на другом хранятся там еще что-нибудь, там, данные, на третьем что-нибудь, третье, и давайте мы поставим access control allow origin все, и таким образом сможем, типа, общаться с всеми этими там веб-приложениями нашими. Если вы ставите этот флажок, то как бы вы открываете себя cross-site request forgery этапами. Как это работает? Этот заголовок веб-сервере обычно сами проверяют, в ходе именно этого этот заголовок отправляет веб-сервер клиенты. Это говорит браузеру, да, говорит браузеру, чувак, не отправляй нам запросы откуда угодно. Если вы говорите access control allow origin myserver номер 2.com это означает, что wow, браузер не отправляет мне запросы ниоткуда, кроме как с myserver 2.com Вот. Как это работает? Когда вы делаете запросы с javascript с методом send, типа, пошли какие-нибудь злые данные, браузер говорит, wow, у нас там course policy не отключен, поэтому давайте-ка мы сделаем запрос с ht-методом options, знаете, там есть get-запросы, put-запросы, post-запросы, так вот, есть еще options-запросы, которые отправляются на этот же URL, и сервер должен ответить эксплицитно на этот options-реквест, говоря, что типа, да, я разрешаю с этого оригин-запрос, я разрешаю там какие-то кастомные HTTP-хедеры установить, я там разрешаю тебе отправлять мне запросы с куками и так далее, только после этого сайт отправляет actual request. Если вы это пытаетесь сделать, и браузер ваш не получает этот preflight-респонс, то есть он делает options-запрос на сервер, но не получает ответа, браузер не отправит настоящий реквест, и вы типа защищены. И в итоге вы получаете у себя в JavaScript-те либо успешный unload, либо on-error. On-error, если у вас курс-полиси сработало и все было, ну и атака не сработала. Еще этот же OAUS2 уязвим к open-redirectам, то есть там просто в самой архитектуре предполагается, что вас redirected на authentication сервер, например, на Google, но только часто используются как бы OAUS2 имплементациях свои собственные сервера, и вот если этот return URL может поинтить куда угодно на сторонние сайты, вы можете перевести человека на twitter.com с буковкой ай-другой, где будет такая же там логин формочка и человек засобитает данные не ваше приложение. Вот. То есть везде, где видите там return URL или там forward, forward to, что угодно, и тут страничка, пробуйте вставить http с это часто стоять что-нибудь. Если нас redirected на http сайт, то понятно, что мы можем украсть токен при помощи man in the middle атаки, то есть это должно быть исключительно передиректно на https, это все описано в самой архитектуре. Также описано в архитектуре атака click-checking, это когда мы можем загрузить в iFrame ваше приложение, ваш сайтик, сделать iFrame невидимым и наложить его поверх чего-нибудь клевого, например, там, клевая игрушка, нажми на, не знаю, несколько шариков, и ты такой делаешь, клик-клик-клик, на самом деле ты кликаешь на невидимом iFrame и нажимаешь на кнопочку за unsubscribe от Twitter. АПЛОДИСМЕНТОР Все понятно. да, да, да. И тут и пользователи попадают в категорию и программисты, и архитекторы, и все, да. То есть, по факту, хакеры не делают никакой магии. Это все 95% атак довольно простые, просто используют ошибки в логике мышления людей. Остальные 5, они там уже реально хитрые, там нужно иметь высокие скиллы, чтобы сделать там reverse engineering какого-нибудь экзешника, который бинарный, чтобы там в памяти обойти защиты хитро. Да, там нужен скилл. Там похоже на магию в консольке, там какие-то зеленые, красные, белые циферки, буковки. Все сложно. Но в веб-приложениях все попроще. Да, проблема капчи решается наймом сотни индусов. Есть. Не смешно. Есть сервисы, где индусы сидят и получают по нескольку центов за каждую разгаданную удачную капчу. Угадайте, кем она используется. Хитерами. Есть алгоритмы, которые там угадывают капчи с 90-98% с access rate, там тоже как бы такая себе защита. Ну и я говорил про перебор не с интервалом в один месяц, а с интервалом в 5 минут, например, но на протяжении месяца. С интервалом 5 минут за месяц можно много проводить пароли. Я такой вопрос у меня реализовал андроид-приложение и у меня нету бэкэмера, то есть бэкэмера часто адрес. Мне надо по реализовать возможность смены пароля в моем приложении. То есть это был пароль, я это сделал прям в андроид-приложении. Это опасно или нет? То есть я посылаю запрос по телефону или по имейлу. Вот мне приходит фонд либо если по телефону коротенький, по имейлу делим. И дальше вложение с интервал смартфой я ее сразу вложу и отправляю с запросом за подтверждение. А если это у меня по имейлу, то я кликаю на ссылку и таким образом этот из пюрки попадает из детьма в приложение, а из приложения отправляют его. Сложный прикол. Нужно подумать, посмотреть. Обычно лучше не изобретать велосипед и для for god pass пользоваться out-of-band методом подтверждения. То есть не менять его напрямую в этом приложении. если ты используешь... 5 цифр, 10 тысяч. Да, допустим, 600 секунд. Это в секунду нормально, по 12 запросов реалистично. В секунду можно и больше запросов делать. Прямо с первого раза. А если с первого раза не получилось, можно сделать еще один токен запросить, еще один запросить. Пока не получится. Еще вопросы? Сейчас еще популярная защита телефона подтверждения. Вы отправили запрос неизвестного балла в торгии. Вам на телефон и на телефон. Ответ тысяча долларов. Тысяча долларов стоит купить все необходимое оборудование, чтобы в режиме реалтайм перехватывать всю JSX кассе. Потому что там есть что-то для GSM уже нативно из коробки работает. Для GSM тебе нужна 1 терабайт GSM модем и допустим 9D модем который просто имеет большой антенна хорошая. потому что когда-то давно решали делать ли ключ для GSM шифрования секьюрнер или нет примерно одна страна сказала давайте сделать секьюрнер а страны сказали нет и перебирали не рассчитали что скачок технологии будут шокусы и перебрать можно будет очень быстро. Серьезно, есть такое публично? Я, пожалуй, выключил. Ну, короче, 1000 долларов и 100 токенов тронет через GSM и смс и имеют так. Хотя можно девочке симпатично можно взять позвонить и телефон между ними и с тобой. Ну, очень просто все, очень просто. Либо вы решаете CTF либо вы могли бы решить CTF несколько задачек прийти на нашу конференцию в Киеве и послушать о том как чувак на оборудование за 20 долларов делает то же самое. Давно? Ну, там интересно. Ну, тут все айтишники как бы на ноль. Волк, если вопросы дополнить пока нет, тогда большое спасибо. Давайте еще раз поблагодарим. Давайте приветствуем тебя. Спасибо, Ира. Всем добрый день. Кто меня не знает? Салли. Ну, тут немножко обо мне. кто знает, что такое MCSD? Да, Microsoft Certified Solutions Developer. Солюшен Developer. Там есть сертификация, в ней три экзамена. Сдаешь первый, ты просто разработчик, второй, ты умеешь разрабатывать под конкретную технологию, там типа Aspnet Azure, Aspnet Azure есть, вот, Windows, всякое такое. Ну, и третий, типа, ты уже решение можешь разрабатывать. В общем, если вам это было интересно. Так, ну, давайте поговорим дальше о авторизации, то есть для того, чтобы, ну, что такое, по сути, авторизм, аутентификация, авторизация, то есть аутентификация, это у нас идентификация клиентов. Ну, и какие у нас есть способы для того, чтобы хранить информацию о том, что они авторизированы и аутентифицированы. Мы можем это делать в куке, мы можем делать это в сессиях, мы можем использовать токены. Значит, и токены бывают разных типов. Значит, первое, это bearer токены. Это такие токены, которые не требуют никакого подтверждения более. То есть вот как наличка, типа, есть наличка, пришел, можешь за ней что-то купить, а тебя ничего не требуют. Вот, есть токены, которые называются holder of key. Это типа, как карточка банковская. То есть к ней еще привязан PIN, и когда вы ее предъявляете, от вас просят PIN. Есть, ну, точнее, были еще MAC токены, но их стандарт не прошел, так что про них можно забыть. Кто-то вообще слышал о них? Ну и прекрасно. Значит, дальше токены разделяются по типу. По типу они вот делятся на такие категории. Кто-то работал с SAML токенами. Ну, скорее всего, вы с ними встречались в каких-то приложениях, но об этом не знали. Вот. Также есть JVT токены, которые это Java, точнее, JSON веб токены. Вот. И можно делать какие-то свои токены в своем формате. при этом они бывают прозрачные и непрозрачные. Кто скажет, что это? Прозрачные токены это которые наш клиент не может расшифровать. То есть мы ему дали какую-то фигню, вот. ее просто содержит, отдает нам, а мы по ней можем расшифровать и узнать, что там. Вот. Но он об этом никогда не узнает. Значит, ну и наши JSON веб токены это токены, которые содержат некоторые утверждения о пользователе внутри себя. При этом, ну то есть это стандарт, есть еще сопутствующие стандарты, которые с ними идут. Это вот по тому, какие алгоритмы шифрования с этими токенами использовать, какие использовать подпись, ну и так далее. Вот. И кто-то знает структуру JSON веб токена? Значит, JSON веб токен делится на три части. Вначале идет заголовок, который описывает, как этот токен, какие алгоритмы шифрования применяются, ну и дополнительную информацию о нем. Вот. Дальше идет payload. payload – это непосредственно тело токена через точку. Вот. Получается, в фигурных скобочках, то есть у нас, по сути, три JSON-объекта. В первом объекте заголовок, во втором объекте payload, а в третьем либо подпись, либо хэш, для того, чтобы проверить, что вот этот payload не был кем-то подменен. И все это шифруется или хэшируется вот тем, что записано в первой части. Вот. Ну и используются наши веб-токены для авторизации аутентификации. Значит, Владимир вам рассказывал немножко про OAuth 2. И там вот в стандарте прямо записано, я вот взял цитатку, что нельзя использовать вот этот OAuth 2 без специального механизма, который бы идентифицировал кому выданы токены, которые выдаются с помощью этого протокола. Почему? Показываю. Значит, есть вот такая вот схемка, что такое, чем отличаются вот OAuth 2 и OpenID Connect. Значит, в OpenID Connect наш клиент запрашивает у нас информацию о том, кто мы. Мы обращаемся к провайдеру и просим его выписать нам подтверждение о том, что мы есть мы. И мы передаем это дальше. И он удостоверяется. Если же мы пользуемся для этого OAuth 2, то происходит такая штука. Мы говорим, он нам говорит, подтверди, кто ты. Мы идем к провайдеру и говорим, сделай мне дубликат от моего сейфа, чтобы я мог подтвердить, что я это я. И отдаем этот дубликат ключа от сейфа нашему клиенту, который у нас это попросил. Как бы не сильно прикольно. Согласны. Соответственно, если мы ОАУС 2, то есть ОАУС 2, он у нас оперирует аксесс-токеном. В OpenID Connect у нас появляется еще identity токен. Это можно представить вот так. То есть как паспорт или как водительское удостоверение, в котором написана вся информация у нас. Ну и соответственно аксесс-токен это есть некоторый ключ, который собственно с которым мы можем получить доступ к некоторому ресурсу. Ну и какие еще есть преимущества? Это вот стандартный набор значений токена. то есть если в ОАУС 2 как бы каждый то есть например те же раньше Google, Facebook, Twitter и так далее, они строили свою аутентификацию поверх ОАУС 2. OpenID Connect тоже работает поверх ОАУС 2, но стандартизирует некоторые вещи. И вот эти вещи, которые он стандартизирует. То есть если мы например пользуемся авторизацией через Facebook, то у нас будет один набор значений. Если пользуемся через еще какой-то провайдер, там может быть другой. В OpenID Connect это все стандартизировали и выписали какие могут быть поля в токене, которые могут покрыть практически любые сценарии. Ну например там картинка с аватаром пользователя и так далее. Дальше у нас есть identity токен, про который я говорил. Выписаны стандартные алгоритмы, которые нам нужно применять. для того, чтобы шифровать, хешировать, проверять токены и также стандартные области действия. Это скопс, которые мы используем. Дальше увидите. Ну и identity токен, он у нас определяет информацию о пользователе. Есть стандартная информация, которая описана здесь. Также мы туда можем записать свою информацию, которую мы хотим. Например, там надо нам размер обуви пользователя, можем туда записать, чтобы потом клиент мог прочитать и использовать эту информацию в своих целях. Какие же у нас есть области действия? Вот они. То есть если вы использовали OAUS2, то там был скоп токен. вот к тут у нас еще добавляется OpenID, то есть этим мы указываем, что мы используем непосредственно OpenID Connect. Дальше мы можем запросить профиль, то есть ту информацию о профиле, которую мы содержим. Отдельно идет email, отдельно адрес, отдельно телефон. Вот, то есть профиль это все остальное, что мы хотим там записать. Дальше у нас есть стандартные точки обращений, через которые мы работаем, то есть адреса. Это у нас Afterize для получения авторизационного кода. Это у нас токен для получения непосредственно токена. User Info, если мы хотим какую-то информацию о пользователе прочитать, которая, например, недоступна в Identity токене или мы ее там не хотим хранить. Она, например, часто меняется, поэтому мы ее хотим отдавать другим образом. Ну и необязательные, которые нам позволяют дополнительно управлять нашей авторизацией идентификации. Дальше поговорим о сценариях. То есть наш этот протокол Open OAUS2 и Open ID Connect, который на нем построен, определяют некоторые сценарии авторизации. Но перед этим нам нужно для себя определить некоторую информацию по поводу нашего клиента, а именно является ли он, может ли он хранить секретную информацию. То есть если у нас например, сервер общается с сервером, то его можно считать конфиденциальным, потому что он, ну к нему нету доступа вне и он может хранить как бы некоторое значение, которое называется секрет, которое невозможно оттуда украсть. Вот. Если же это у нас публичное приложение, ну например, там Android приложение или там .NET какое-нибудь приложение, мы можем декомпилировать, посмотреть какой там секрет и он уже не секрет. А сами сценарии, которые дальше могут использоваться, делятся на интерактивные и не интерактивные. То есть не интерактивные это где мы послали запрос и получили ответ. Интерактивные это там, где нужно вовлечение пользователя для того, чтобы произвести какие-то действия. Ну и начнем с первого сценария. Это безличностная авторизация. То есть мы авторизируем здесь клиентов. То есть нам не важен кто пользователь, мы должны идентифицировать самих клиентов, которые пользуются. Ну например, у нас есть какое-то там публичное вики, вот за которое мы хотим брать деньги. Вот мы можем сделать так, чтобы наши клиенты регистрировались, клиентские приложения. Их разработчики регистрировали и дальше мы их аутентифицировали с помощью вот этого client-id, client-secret. Это у нас работает только для конфиденциальных приложений, так как нужно использовать secret, потому что secret по сути является паролем. То есть client-id это как логин, client-secret как пароль служит. Мы посылаем вот такой вот запрос с этими параметрами и получаем в ответ токен. Собственно. Ну и дальше им пользуемся. Bearer токен. На схеме это выглядит вот так. То есть послали токен, ну послали логин client-id, client-secret, он их провалидировал, выписал нам токен. Следующее это логин пароль. Его можно использовать для публичных приложений, но главное, чтобы приложение было сделано нами. Потому что почему? Ну да, приложение может перехватить иначе эти данные, и потому что ты их вводишь в этом приложении. И дальше от твоего имени не ходить. Здесь мы отправляем вот такие вот данные, то есть client-secret у нас опциональный, если у нас в зависимости от того, оно у нас является публичным или конфиденциальным. Ну и собственно тоже получаем токен, который имеет некоторый срок действия. Вот. Выглядит это вот так. в принципе схема похожая. Только здесь еще может включаться валидация клиентского приложения по client-ID. Дальше. Следующий сценарий это у нас интерактивный. Это код для авторизации. Это самый такой длинный и сложный сценарий. он используется для тех случаев, когда мы не хотим, чтобы данные пользователя были перехвачены. Для этого используется браузер, который мы считаем, что он безопасный и в него никто не влезет. Значит, соответственно, как это работает? Мы сначала отправляем вот такой вот запрос на точку authorize, где есть еще state. Вот про state Вова говорил. Значит, вот этот state вот, это есть message authentication code. А по-русски называется emitter вставка. Даже гос для него есть. Вот, значит, это некоторый случайный код, который идентифицирует сообщение, ну, или запрос в данном случае, который мы генерируем на нашем клиенте и отправляем серверы, чтобы он мог провалидировать, что этот запрос, который выполнили мы, был именно от нас, а не от кого-то другого и никем не подменен. Некоторые значения, которые знаем только мы. Вот, когда мы его отправляем, да, вот, сервер его сервер проверяет и у нас здесь включается вот такая вот схема. я ее чуть-чуть, ага, нас сейчас интересует вот эта часть. Сейчас увеличим, наверное, чтобы было что-то видно. не попадает. Вот так. Так, значит, мы отправляем ему вот этот наш запрос, получаем код и код мы будем использовать на следующем этапе. то есть это у нас сейчас работает браузер. То, что мы сделали в браузере. Вот, дальше. Дальше нам надо сделать второй запрос. Во втором запросе мы отправляем вот такие вот данные, включая скоб. И здесь мы передаем наш код, который в этой части уже обрабатывается дальше. Код мы передаем на точку токен. Вот, где валидируется наш клиент, его вот этот код и выдается уже непосредственно access токен, с которым можно работать. Ну и в том числе identity токен. Зачем такая длинная схема? Кто скажет? Ну мы как бы разделили нашу авторизацию на две части. Одна часть происходит в браузере, а другая часть происходит в нашем приложении. Таким образом мы уменьшаем область атаки. Мы сначала в браузере вводим логин пароль, или авторизируемся через Google, например, мы уже ввели, пробрасываются куки. И нам приходит код. Мы этот код получили, то есть в браузер токен не попал. Да, нам попал только код, а потом этот код, который имеет маленький срок действия, мы отправляем на другую точку и получаем оттуда токен. Соответственно токен попадает прямо нам, без участия браузера. Это самая безопасная схема. Но эта схема неприменима, если мы просто в браузере работаем. То тут нам уже смысла, мы так все равно раскрывать будем наш токен браузеру, поэтому можно сделать все сразу. Для этого мы берем, мы можем использовать вот эту неявную авторизацию, где используется для проверки наш callback URI и токен, то есть вот в той схеме предыдущей, которая код flow там, мы можем использовать рефреш токены. То есть вместе с токеном, который значит вместе с токеном, access токеном и identity токеном мы можем получить рефреш токен, который потом использовать для того, чтобы получить новый access токен, когда предыдущий срок годности вышел. вот и ну эту возможность нужно использовать она ее можно использовать только для конфиденциальных приложений. Потому что если наш атакующий получит вот этот рефреш токен себе, то он может дальше выписывать себе access токены сколько хочет по сути. Ну как бы рефреш токен тоже имеет какой-то срок действия, но гораздо дольше. Вот поэтому если мы хотим использовать именно рефреш токен нам обязательно нужны конфиденциальные клиенты. и значит вот здесь я имел ввиду, что для implicit flow эти долгоживущие токены запрещены, которые рефреш. И когда мы делаем явную авторизацию, мы отправляем вот такой вот запрос, то есть у нас response type токен и может быть еще identity токен, это если мы его хотим получить здесь же. соответственно мы сразу обратно получаем все. То есть мы получаем обратно access токен, identity токен и можем им сразу пользоваться в браузере. и есть у нас еще hybrid flow, который объединяет эти два режима, то есть получается все сразу, то есть здесь мы можем еще запросить refresh токен прямо в браузер, точнее не refresh токен, мы можем запросить, точнее не так, мы можем запросить код и получить access токен сразу в браузер. Вот так вот. То есть получается вот так. Мы здесь просим и код и токен. Ну этот режим скорее всего используется для каких-то корпоративных приложений в интернет. вот некоторое сравнение этих сценариев, которые мы можем использовать в каких случаях. Ну классический вариант, то есть для если мы используем resource owner password credentials, это только для приложений, которые мы сами сделали, дальше если это у нас authorization code, это для приложений, которые для любых приложений, которые являются не в браузере, ну и implicit это для браузерной идентификации. А resource owner это обычно сервер-сервер. Ну и некоторое сравнение возможностей этих сценариев которые нам описывает стандарт. ну это значит, что мы вот authorization code мы делаем два шага, мы сначала посылаем, получаем код, а потом код обмениваем на токен, это два шага, а это как бы это в один шаг. Так, ну и какие у нас еще есть возможности, это то, что есть некоторая точка, которая позволяет получить информацию о всех остальных точках. Ее нельзя менять, это ну то есть URL-адрес, на который можно пойти и получить всю информацию о том, как с этим сервером работать. Что удобно в этом плане, что мы можем так одним и тем же клиентом обращаться к разным на диконнект серверам, не меняя ничего у себя в коде. То есть стандартная библиотечка берет, ходит на эту точку, получает всю информацию и дальше может авторизироваться, получать user-info и так далее, все, что предусмотрено стандартом. Дальше. В OAuth 2 не было логаута. В принципе. Вот. Ну и user-info, который можно получить. Какие у нас есть реализации на дотнете? Это Open Identity сервер, третий он и под AspNet просто, четвертый он под AspNet Core работает. И есть Open ID Connect сервер. Ну вот эти все реализации они довольно сложны. То есть вот помимо того, чтобы знать то, что я рассказал, надо еще много что знать, чтобы хоть что-то с этим разобраться и написать. Поэтому один из авторов Open ID Connect сервера он написал библиотечку, которая называется Open ID Dict. Вот. То есть это получается надстройка над Open ID Connect сервером, которая нам позволяет это все сделать гораздо проще. И давайте посмотрим, как это все работает. значит так я сделаю вот так ничего сейчас так сделаем здесь 14 здесь давайте 20 попробуем. Так, так получше будет? Итак, значит это собственно исходники этой библиотечки. У нас есть исходники, которые модифицировал я, у меня еще добавился здесь UAPICLINE. А так это то же самое, что форк с официального репозитория. Значит у нас есть сервер клиент и UVP клиент. Посмотрим давайте на сервер. С Aspnet Core кто работал? Значит в Aspnet Core все находится в стартапе для конфигурации. Вот мой стартап. Значит сначала мы конфигурируем сервисы. Вот. Значит есть некоторая конфигурация. Дальше мы конфигурируем сервисы. Что нам здесь нужно? Нам нужно если мы используем некоторый entity framework контекст, нам надо в этом контексте указать, что мы будем использовать нашу библиотечку OpenID Dict. Чтобы она там свои настроила entity framework, чтобы он знал о таблицах, которые ей нужны, изгенерировала. Вот. Это раз. Дальше мы добавляем identity. Стандартный аспретовский identity. Вот он. Единственное, что я его добавляю, у меня ключи GUID в моем сэмпле. В стандартном сэмпле там просто int идет. таблицах таблицах. Дальше нужно сконфигурировать identity options. Это здесь у нас идут user claims. Так как в OpenID Connect там есть стандартные имена, что вот подсказочку не сильно видно, что вот name должен называться name, там subject sub, а роли должны быть роль. Вот. Иначе там они стандартные другие, и он будет ругаться. Вот. И в последнее это мы добавляем собственно OpenID Dict. Вот. Если мы передаем сюда что-то, это значит ключ этого типа будет. Для табличек. Дальше мы здесь регистрируем сторы. Вот. И здесь мы добавляем точки, которые мы будем использовать. То есть все точки, которые мы используем, надо явно объявить и прописать здесь вот эти URL-адреса, на которые можно обращаться. Потом мы включаем наши эти сценарии, которые мы разрешаем. Вот. Здесь разрешен authorization код, паспорт, refresh токен. Так. Require client identification. Это нужен ли client ID или не нужен? Можно сказать, что нам client ID не нужен. Всех подряд просто аутентифицируй. Так. Дальше кеширование запросов. Это уже не сильно важно. Пока мы разрабатываем, можем выключить HTTPS, чтобы сильно не париться на начальном этапе. По умолчанию используются прозрачные токены, но можно использовать JSON-web токены, если хотим. Вот уже есть заготовочка. Это мы все добавили и последним этапом нам надо добавить этот open ID dict tags. Значит, что нам еще надо добавить? Нам надо добавить OAUS validation или OAUS introspection. Кто-то встречался с таким? Ну, есть два режима работы, по сути. может быть, что наш сервер, который authorization сервер, находится где-то в другом месте. Ну, там, на другом сервере, на другом адресе. И мы можем у него спрашивать, пришлали ли нам токен правильный или нет. А может быть, прям в нашем приложении. Вот если оно интегрировано в наше приложение, мы используем OAUS validation. То есть нам приходит токен, сами его валидируем. Если у нас это идет на другом сервере, то вот тут есть заготовочка, которая говорит, вот типа сервер вот этот, ходи к нему и спрашивай у него валидные токены или нет и кто по этому токену пришел. Точнее вот оно. OAUS introspection. и тут разделено на две части. То есть вот это у нас используется, когда мы ходим не на API адрес, а когда ходим на API адрес, то когда на API, а когда не на API, то у нас оно работает как обычное смет приложение. То есть вот мы там добавляем Google, Twitter и identity и оно все работает. Вот в конце OpenID Dict используем и это все запускается. Давайте теперь посмотрим, как это работает. То есть в принципе вот мы в стартапе все это настроили и все работает. Так, значит вот у меня запускается у меня запускается два окошка, две вкладки. Значит в первой вкладке это мой сервер. Вот он 54, 54,0. А здесь мой клиент будет 53,505, то есть 507. Ух ты! Прикольно! Чего сейчас перезапустим? Да? Ну это превью была, которая 15,0 15,3. Ну у меня и не превью падал. Не тот. Сейчас. Пока оно загружается, скажу, что там есть еще второй репозиторий, в котором собраны всякие примеры. И вот есть примеры на все эти разные сценарии, которые можно посмотреть, как реализованы. Вот, например, есть пример с introspection. Вот у нас отдельно authorization сервер, а вот у нас серверы с ресурсами. И Aurelia приложение. Кто-то слышал про Aurelia? Это такой фреймворк чувак, который разрабатывал Angular, ушел и сделал свой. Коммерческой поддержкой, там в общем хорошая штука, ну попроще, чем Angular второй. Так, значит, пока оно там запускается. Сейчас запустим. Пока оно запускается, скажу еще про одну вещь. Чтобы вот этим OpenID Connect удобно было пользоваться, есть для него уже готовые .NET клиенты и JavaScript клиент. Вот, есть такой репозиторий Identity Model, в нем есть Identity Model и Identity Model у IDC Client. Собственно, вот эта библиотечка использует эту и она реализует возможность работы с этими разными сценариями. То есть она ходит сама на точку Discovery, где описана вся структура сервера авторизации и в ней уже готовые методы типа авторизироваться через CodeFlow. Вот, и оно себе работает. Я вам покажу дальше пример. И есть также JavaScript клиент, который это умеет, но он не умеет Password Flow. Вот, если хотите Password Flow, то есть библиотечка для Angular 2, которая это умеет. Так, и ладно, запущу новую студию. пока та подвисла. Так, вроде запускается, скажу еще, что вот этот стандарт уже у себя применяет Google и Microsoft. То есть если вы авторизируете через Google провайдер, там уже используется OpenID Connect. и кто-то Билд смотрел. Microsoft Билд, который недавно прошел. Они презентовали еще новый сервис в Azure Active Directory B2C Business to Consumer. То есть вот этот авторизационный сервер, который я вам показываю здесь, как поднимать, можно создать в ажуре себе и просто на него интерспекшн настроить. Так, ну, давайте пробовать. так, вроде запускается. так, запустился, но запустился только сервер и UWP. Ладно, запустим еще раз. но бывает, когда три проекта разных запускаешь в студии, то один бывает не запускается. может, оно правда сбросилось в настройках вот здесь вот. Давайте посмотрим. Не, вот все три должны стартовать. Да, вот, что-то стартануло. так, есть. Так, вот наш сервер, обычный Asmnet MVC приложение с обычными формочками можем прям здесь залогиниться. дальше клиент наш. Когда я нажимаю sign-in, мы перенаправились на сервер. Вот, на ту же страничку, которую он только что показал. Дальше здесь я могу залогиниться с ранее использованным пользователем, могу новый создать. У меня был user1 собака live.ru и qwerty tilde 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас проверим. Вот, дальше он меня спрашивает, разрешаю ли я вот этому клиенту обращаться к серверу, а сервер запросил вот эти вот области, вон, скоб мои. OpenID, profile, mail, и возможность offline access, это возможность refresh токены делать, получить и refresh токен. Я говорю, да, возвращаешь обратно, вот пришли мои данные из моего identity токена. То есть разные стандартные поля, например, вон там, когда был выдан, сколько действует в Unix времени, кто выдал, кому выдал, верифицирован ли email, и могу здесь сделать, например, вызов на API, и он мне скажет, вот, типа, проверка прошла, API вызвана, все хорошо. Теперь могу то же самое сделать через UVP. Значит, что в этом примере? В этом примере вот есть кнопочка General, которая делает то же самое, только в UVP. Вот эти кнопочки еще не работают, это я хотел, чтобы можно было сразу через конкретный провайдер. Когда я это нажимаю, у меня открывается Web Authentication Broker. Слышали про такое? Значит, в UVP приложениях используется специальная штука, чтобы безопасно открывать браузер, то есть, чтобы вот эти данные, если мы, например, создали приложение, сами открываем браузер, сами можем туда полезть, его расковырять. Нехорошо. Поэтому есть встроенная функция, когда мы вызываем просто API, говорим открыть Web Authentication Broker, и запускается совсем другое приложение, ничего не имеющая отношение к нашему, в котором открывается вот этот браузер. Значит, почему оно здесь сейчас не работает? Потому что оно хочет HTTPS. Вот. И мало того, что оно хочет HTTPS, оно еще хочет, чтобы он был от Trusted authority. Вот. Поэтому что надо сделать? Нет, там нельзя выключить. Это все безопасно. Вот. Нам надо взять консольку нашу. Вот эту. Так. Вот. Причем он мне тут скажет, смотрите, сейчас. Вот остановилась. Error. Unknown error. Зашибись. так, значит, вот моя консолька. Я сюда сейчас добавлю сертификаты моего компьютера. сертификаты. мои сертификаты. Дальше у меня в personal есть local host, который мой сейчас подписывает SSL. И я его беру и копирую вот сюда. И теперь он стал trusted. Теперь должно по идее заработать. Пробуем еще раз. Так, но пока мы пробовали, у меня приложение закрылось. Сейчас откроем его заново. Так. Пробуем еще раз. О, вроде что-то пошло. но тоже не работает. Не работает. Почему? Потому что есть еще одна фишка в том, что UVP-приложением запрещено ходить на локальный компьютер. Вот. Поэтому в Fiddler есть такой WinConfig. вот и в этом WinConfig можно посмотреть все приложения, которые UVP, которые у меня установлены. Вот. Мне нужно сейчас найдем называется оно как-то вот оно. Значит, мне нужны вот такое приложение. их тут может быть три штуки разных для разных сценариев вот этого и авторизации. То есть это все WebL Syndication Broker. Он запускает какой-то из них. Вот я ему разрешу обоим ходить на локальный компьютер. И сохраню. Так, теперь должно заработать. О, теперь работает. Теперь сделаю то же самое. User1 такс или давайте не user1, давайте через Twitter. Вот, так интереснее. Вот, открывается у меня Twitter. Тут у меня уже введены мои данные, потому что он их запомнил когда-то. Вот, и теперь я поехал сюда. когда я авторизировался первый раз через Twitter, пользователя у меня в базе еще нету, поэтому он говорит давай создай себе пользователя, для этого нужен email. В принципе, он мог бы подтянуть email с Twitter, если бы я там чуть-чуть кода написал. Вот. Снова запрос на авторизацию и теперь у меня здесь уже error нет, нет, error есть. Meeting token hash dismissal прикольно. Так. Ну ладно, значит, там надо было что-то еще в клиенте поменять, потому что они там с кодом, то есть с хешом что-то намутили. Ну, нам сейчас не принципиально, значит, в чем суть этой штуки. значит, у меня есть вот мой URL, на котором у меня сервер. Дальше у меня есть OIDC Client Options. я сюда указываю вот этот URL и указываю параметры моего приложения Client ID, Client Secret, скопы, потом Redirect URI. Redirect URI для UVP приложений всегда используется обычно из-за Authentication брокера. Это вот этот ID-шник приложения, который был вот где-то здесь, вот это он. Вот этот ID-шник является Redirect URI. И на него WebL Syndication брокер сверяет сейчас закрываться или не закрываться, закончилось ли вот это переключение там Redirect. Дальше здесь у нас реализован в этой библиотеке есть как бы стандартный интерфейс, который называется iBrowser, потому что она как бы универсальная. Поэтому для UVP мы просто берем реализуем этот интерфейс и используем WebL Syndication брокер. Если у нас например WPF или Windows Form приложение, то у нас брокера там нет, приходится свой браузер открывать. должно было здесь полиси вот это сработать. Вот это полиси должно было все исправить. Ну ладно. Значит, потом я создаю клиент, IDC клиент с этими настройками. дальше говорю логин. И все дальше происходит само по сути. Приходит только результат. А в результате, если не ошибка, то я могу получить оттуда юзера. У юзера есть клеймы, вот эти, которые показывались в клиенте, которые вы видели в браузере. Ну и здесь я их просто показываю в интерфейс. И в конце есть еще такая хорошая фишка. Этот автор у результата, ну вот этого результата, если мы запросили рефреш токены, то он создает хендлер. То есть вот наш HTTP клиент в нем он создается на базе этого хендлера. И если тот токен, который мы ему отдали, он видит, что его срок годности вышел, то вот в этом рефреш токен хендлере уже есть рефреш токен, то есть все автоматизировано. И в итоге дальше мы можем вот через метод расширения установить этот access токен на клиент. Дальше устанавливаем base URL и можем вот у меня есть метод get message, который берет у этого клиента и посылает запрос. то есть вот к этому URL API добавляется message и с него получается ответ. Вот в принципе и все. Так это работает. Есть вопросы по этой части? Вот и еще один момент. пока оно загрузится. Кто-то встречался с шаблоном boilerplate? Значит есть такой шаблон и для MVC старого и для Cora, который называется MVC boilerplate. Что он позволяет сделать? вот если я пойду в веб и установлю расширение, у меня появляются вот такие вот штуки. Пускай это будет у меня веб application 1 и я его создам. открывается вот такой вот мастер, в котором я могу выбрать сразу чего я хочу себе в этом моем новом проекте включить. Так что такое? О есть. То есть вот он уже что-то нагенерил и теперь я еще хочу туда что-нибудь добавить. Хочу Core или NotNet Framework могу оба вместе. Дальше выбираем сервер, дальше где будем его хостить, все оставим по умолчанию, вот этих штучек видите нет, просит поконтрибьютить. Будем ли использовать TypeScript, он тут использует Bower для этой сборки. Дальше можно открыть там Google проверку скорости страниц, курсы добавить, всякие другие полезные штуки, роботы сразу, сайт мэп, about contacts, какие сериалайзеры использовать, дальше у нас там что использовать ли уже сразу заготовки для твиттера и фейсбука, чтобы при шаринге показывались нормальные карточки, дальше там всякие шрифты для iOS и Android, для Windows 8.1 сразу подключить Atom можно, сразу можно добавить файлик, которым записано, кто этот сайт делал, в общем, все, все, что только можно, здесь есть, ну, оставим как есть, такс, да, и что получается, сейчас увидите, значит, открывается мне вот такой вот, вот такая вот страничка, вот, на которой, ну, сначала общая инфа, потом идет такой вот чек-лист, сейчас я попробую увеличить, ой, есть, да, видно, вот, в котором автор этого шаблона предлагает дальше пройтись по чек-листу, по security этого сайта, который мы создали, там, сконфигурирует HTTPS, ну, и так далее, со ссылочками, со всей информацией, которая нам надо для того, чтобы там провести те действия, чтобы у нас сайт был безопасным, да, за security, то есть здесь можно почитать, сделать, поставить флажочек себе, будет зелененькое, радоваться, что сайт безопасный, вот, на этом у меня все, спасибо. Вопросы тут есть? Можно? Можно? Да. Если уже есть личное приложение с блокбином через вас, там, личный ролик, личный пункт, какие-то пункты отправляются, сколько времени займет перед репарацией по-моему найти? Ну, за часик можно справиться. А по ресурсам, ну, то есть, identity сервера, то, что легко подробно ну, в смысле, отдельный сервер авторизации просто встроить, да? Ну, там, там, да. Тоже в этом час. Да, то есть, там надо 4 таблицы добавить, которые, если это, ну, если это, если Code First, то сам их добавить, да, миграции сделать и вот настроить стартап, все, в принципе. А, то есть, миграции, ну, а если это не core? Если это... Не core, надо брать что-то, что не на core работает, тот же identity сервер. Identity сервер, ну, по нему есть дока, но он сложновастенький. То есть, он только по core code. Ну, я пробовал разобраться с identity серверами, я не осилил. Я перешел на open-aid dict и, как бы, здесь все, все гораздо лучше в этом плане. еще были вопросы? Иначе вот этот webosindication broker он ему не верит. нет сервер-то я могу серверу разрешить, но мой клиент мне не позволяет это сделать, потому что это фишка операционной системы. То есть, я должен использовать вот этот webosindication broker и у него такая политика, что вот нельзя не ищить теперь. ищите, что вот я